Вот наше шикарное пальто, теперь крутись, с рельефами, с такими рельефными треугольными вставками, вот такая красота. Умные, продуманные люди делают летом пальто, чтобы потом зимой с удовольствием носить, или осенью, или весной. Покрутись, покрутись. У нас еще не до конца правда все доделано, что у нас не доделано, естественно у нас ни петель, ни пуговиц нет, мы только подшили низ, еще не сняли наметку, немножко как-то портится, но вообще более мягкая линия будет. Рукава тоже, рукава у нас еще без подплечников, просто простроченная часть рукава. чуть-чуть еще покрутись, помедленнее. А, еще пат мы с тобой собирались тут нарисовать, еще патик нарисуем сзади. Так, ну вот такая вот красота у нас есть. Вот, так что скоро будет готово. В июле месяце будет готово, и как только будет первая холода в октябре, можно будет с удовольствием его одевать и шиковать, потому что цвет здесь изумительный. Вот мы сейчас оттянули верхний рукав, вот видите, как он должен выкладываться после утюжки, вот так вот он переходит и выкладывает. Вот, видите, как он выкладывается вот так вот, это после утюжки. Вот, а нижний рукав пальто мы вообще ничего не делаем, не оттягиваем. Вот, видите, если я вот так отгибаю. Ну, там предыдущее видео, как оттягивать рукав, смотрите на ютубе, там будет. А, и теперь, сейчас дальше покажем, что делать. Так, вот смотри, что мы теперь делаем. Смотрим, где у нас изнанка, видишь, крестики у нас тут есть, тоже вот тут. И вот так вот сразу же давай отогнем, чтобы не потеряться. И будем сейчас накалывать, вот эти нитки все посрезаем, 300 лет нужно, даже после стяжек. Вот смотри, вот так мы кладем, уравниваем вот здесь до миллиметра, вот, вот эти точки, не вот эти уравниваем, а вот эти, вот, чтобы они сошлись ровно на сантиметрик. И начинаем вот так вот накалывать булавки. Я тебе сейчас и тут тоже сразу вот так поставлю, чтобы оно никуда там у тебя не убежало, не ушло. Так вот, оп. Ты там дальше продолжишь. Сейчас я с тобой вместе, но только вот эту сейчас накалю. припуски, сейчас срезы припусков соединяем. Вот сейчас это можно вот это самое. Будут слипаться. Вот фактически, видишь, я ее сейчас выгнула, чтобы она распрямилась, эта линия. И все, и мы сейчас вот так вот накалываем и ровно на сантиметрик сострачиваем два с половиной миллиметра стежок. Это уже такая окончательная будет строчка, мы тут ничего не будем ни выпускать, ни что-то там осноравливать. это все с вот этого шва будет какая-то, если надо будет выпускание чего-нибудь там, если будет узко, или если будет много будем забирать, а по переднему шву ничего не выпускается, не забирается чаще всего. Ну, если у вас какая-то погрешность была, кроет, тогда да, а так обычно там ничего никуда не забирается. Вот таким вот образом. И у тебя, по идее, так же само, и на втором рукавец столько же не должно дойти. Хорошо? Ну, вот. И теперь сострачиваем ровно на сантиметрик. Можешь когда строчить, чуть-чуть подрастянуть, чуть-чуть. Мы прострочили, теперь нам нужно с тобой его приутюжить и разутюжить, а только потом остальное накалывать. Хорошо? Включай. Да, вот так приутюживаем, вот так. Только нам надо сначала включить утюг. Да. И вот мы сначала приутюживаем, чуть-чуть. Сильно не мочите, потому что не досушите. Приутюжили, вот так вот. Я вот тут обхожу, обхожу вот это. Видишь, не делаю тут складку. Какая, там прям на берегу. Ну, а теперь у тебя рост выше. Он не скачался. Так, вот так. Я берем сейчас. Это у меня племянница. Да, дочка. Дочка. Давай. Желательно без пара. Ну, вообще пара, мы сейчас тут не работаем. А лучше это делать через праутюжку. Вот так вот. Вот так вот. Чуть-чуть. Мы вот так с тобой мочим саму праутюжку. И мы фактически как пропариваем шов. Вот так вот. Сильно-сильно в виде мочите. Больше тут работаем паром, чем утюгом. Смотри. Вот так вот заезжаем. Только я сейчас не опускаю этот утюг туда сильно. Я сейчас больше работаю паром, чем приутюживаю. Я практически на весу сейчас его держу. Чтобы не получить там никаких лаз. Вот этих вот. Видишь, он как плоско уже ложится. И я утюжу только вот этот вот чай. Там, где отутюжилось, сейчас я вот это перемещу сюда. А здесь сразу же зафиксирую этим самым лаптем. Вот так вот. И вот здесь. Здесь. И вот здесь. Видишь, какой-нибудь как будто бы как... Даже не знаю, как едино целым становится. Видишь, как ворсинка прячется вовнутрь. Ну, потом, когда будете делать, получится у вас. Вот, видишь, и здесь лаз никаких нет. И ничего нету, видишь. Так. Вот сейчас оно дофиксируется. Пока оно фиксируется, у нас есть возможность, в принципе, с тобой, с парком, сделать вот такую вот штуку. Вот так. И пускай досыхает. На всякий случай, вдруг там остались следы от вот этих вот булавок. Видишь? Я как, ну, окончательную, грубо говоря, утюжку делаю рукава. Вот здесь. Видишь, вот эти вот... Долго лежал рукав сколотый. Поставали следы от булавок. Здесь я могу сейчас парить. Да? Вот так вот. И пускай полежит, там, минут пять. Полностью сейчас все зафиксируется. Все будет хорошо. А потом только перенесешь. И второй так же самое отутюжишь. Вот мы отутюжили. И теперь делаем вот так. Раскладываем. И вот так вот, смотри, как оно хочет ложиться. Тут ты же ничего лишнего не утюжила. Тут надо будет чуть-чуть приутюжить под... Ну, это мы уже тогда давай сделаем потом. Мне вот это вот не нравится. Видишь, ломка такая должна быть. Вот. И мы вот теперь относительно вот этого вот пристроченного шва. Смотри, мы кладем его вот так, чтобы он не косил и не перегибался. Мы не уравниваем вот эту точку. Да? Мы просто его кладем так, чтобы он ровненько лег. Вот смотри. Вот я его положила. И вот так, видишь, так не ложится. Да? Вот так тоже не ложится. Да? Ну, или даже вот так тоже не ложится. Например, я вот сюда пытаюсь вот так вот подставить. Видишь, он не очень так ложится. То есть я даже не могу сюда дотянуть до самого конца. А вот так вот, видишь, вот смотри, вот это движение. Вот. Видишь? Баланс. Найди. Оп. Где и все срезы, видишь, все срезы начинают прилегать. Вот эта часть особенно. Вот она прилегла. Все. Теперь вот так вот мы аккуратненько с тобой сейчас накалываем. Можно наметывать, можно сострачивать. У нас сколько были? Два сантиметра припуски? По-моему, да. Ну, надо посмотреть. Может, где-то след остался все-таки. Ну, скорее всего, на этом. Да, вот и. Да, два сантиметра. Ага, не полтора. Ну, сейчас посмотрим. Хорошо. И давай мы сейчас все-таки на первую примерку давай мы его наметаем. Сейчас определимся, сколько припуск. Иногда здесь надо припосадку делать. Ну, я тут не вижу, чего тут. Обычно, если припосадка, она со стороны верхнего делается. Это если нужно. Это если как-то вот он не очень хорошо ложится. Здесь вот он как раз два сантиметра. Он идеальный в своем цене. Если это два сантиметра. Ну, дальше все вот так накалываем, накалываем. И давай наметаем. И вметаем потом в пройму. Воротник приметаем. Или наметаем. И все, и сделаем примерку. Хорошо? Все, так же самое. Давай вторую. Окей. Вот вывернули на лицо рукав. И теперь смотрим, что вот это передняя часть, да? А это задняя часть. И так же самое выворачиваем наше пальто, да? Вот это перед, это зад. Значит, этот рукав сюда подходит. Но перед тем, как наметывать, помнишь, мы же там хотели... Должны зафиксировать вот эти вот швы. И чтобы они у нас там не поперекручивались как-то. Ну, делаем в раз утюжку, да? Плечевой и боковой. Вот этот. Рельеф у нас здесь в плечо входит. Здесь нет по бокам рельефа. Вот как он хочет, так и... Естественно, мы еще рельефы все боковые не утюжили, потому что еще не было первой примерки. Сейчас будет первая примерка. И потом мы находим наш центр рукава. Старайся сначала всегда работать с центром без смещения. Центр. Точно будет лучше лежать. Центр с центром. И закололи булавку. А здесь смотрим вот так, чтобы одинаковое расстояние... У тебя тут почти посадки не будет. Отлично. Вот смотри. Я вот так его подтягиваю. У нас тут даже где-то отсечка должна была быть, нет? А, мы с тобой не ставили. Это мы со Светой ставили. Вот смотри. Вот центр. И вот я вот так как-то поставила. Вот с двух сторон запали вот эти вот две складочки. Отлично. И вот как бы я тут сейчас не двигала, он все равно, видишь, он не хочет по-другому выкладываться. Ну, значит, и пускай так себе лежит. Сейчас я его еще раз выложу. И я вот тут, видишь, как подстраиваюсь под вот эту линию на самом рукаве. Вот. Ну, давай вот так вот мы и начнем с этого. Оп. Да? Придержали. И выкладываем вот эту часть, как она хочет ложиться. Или, вот я сейчас тут нашла эту линию, я сейчас просто его тут вот заколю, вот, чтобы они вот тут два среза совпали. Видишь, это сильно выходит. Значит, надо еще чуть-чуть, по-моему, манипулировать. Вот тут такой, знаешь, хочет ниже быть. Я его туда подтаскиваю, а он говорит, а-а. А я ему говорю, да ты что? Вот, видишь, вот когда я вот эти вот края пытаюсь хоть как-то сравнять. Вот, видишь, вот. И вот эту хочу сюда дотянуть, она не дотягивается, не хочет. И вот эта хорошо выкладывается. Что-то надо попариться чуть-чуть. Ну, хорошо, пускай это так. Сейчас я дальше тебе покажу. Ну, короче, мы вот эту пока фиксируем часть. Видишь, насколько не хочет доходить. Вот как я его не дергала. То есть еще я тут такой момент рассказываю, как, ну, не насилуйте иногда вот эту линию или чего-то там, если он не хочет лежать. И раз не хочет, значит, так и оставляем. Да, а потом сейчас вот так вот дальше посмотрим, как он будет ложиться. Ну, вот, в общем-то, хорошо. А сейчас мы остальное видим, когда сделаем другое движение. Вот это вот центр, где надсечка к плечу у нас установлена. И мы нашли, в общем-то, где низ рукава, к боковому, где будет. А сейчас мы, дальше я тебе покажу. Чего зависит вот этот выпад? Он зависит по-разному. Он бывает, выпадает так, спереди, сзади. Бывает, не выпадает. Зависит от, вообще, должны якобы совпадать вот эти линии на спинке и на нижнем рукаве. Но мы, в принципе, тут многие факторы могут сыграть, разности размеров, там еще что-то там. Первый раз мы строили, десятый раз мы строили этот рукав. Мы сейчас как раз и приводим, подводим нашу всю выкройку в идеальное состояние, вносим все изменения в выкройку, мы получаем индивидуально твою выкройку. Которую, в принципе, у тебя стандартный размер, мы можем ее множить и выпускать в производство. Нельзя как-то это сразу на выкройке? Тут можно, но не нужно. Не надо. Мы с тобой сейчас пока индивидуальный пошив. Когда мы будем с тобой массовым пошивом заниматься, вот это я тебе сразу же все быстренько приведу в порядок. А когда индивидуальный, мы еще ни разу на тебе пальто не шили. Мы шили только жакет, и то почти год назад. То есть мы что-то забыли уже. Поэтому я никогда вот это сразу не снимаю. А может оно так не ляжет, понимаешь? Поэтому тут много разных моментов, нюансов. Вот сейчас у нас тут с тобой очень хорошо вметался рукав, беспосадочный. А бывает, когда посадка, мы начинаем там туды-сюды гонять, там еще что-то. Может нам сейчас тут вообще выпустить сейчас будет. Может нам узкий будет рукав. Может будет широкий. Сейчас будет все вот это подгонять. Я никогда сразу это все не делала. Мы потом прострачиваем, потом это все срезаем уже перед тем, как обметывать там или закрывать там подкладкой. Ну это потом, это не сейчас. Мы вспоминаем, что вот на этом рукаве, что мы делали? Мы смещали здесь с тобой центр на сантиметр на спинку. Мы то же самое с тобой делаем. И тоже мы позафиксировали все вот эти вот швы, которые мы прострочили или просто наметали в нужную нам сторону. И вот эта вот надсечка, я так понимаю, что она какая-то совсем маленькая, да? Ну ладно. Главное, чтобы это точно она была. И вот так ровно на сантиметрик мы смещаем относительно плеча, закалываем вот так булавкой. А дальше мы проверяем, что у нас здесь с рукавом, насколько относительно вот этой точки по переднему шву рукава до бокового. Берем вот так в миллиметрах про, ну грубо говоря, даже тут не грубо, здесь четко, ровно 4 сантиметра. Здесь 4 сантиметра, а здесь мы смотрим, насколько он тут еще провис. Почти на 0,5. Мы вот эти нюансы все должны тут же подставить. Только посмотрите, что уходит одна относительно другая. Ну, ничего страшного, мы сейчас это зафиксируем. Смотри, как я это делаю. Вот тут вот так вот я ставлю и вкалываю булавку вот так. Только ровно на 4. Потому что я по вот этим концам сейчас мерила ровно 4 сантиметра. Не по нижней линии, где мы будем, а по верхней. И вот так вот ставим, и все. Мы его отзеркалили, а теперь все остальное так же само будем делать. Накалывать. Он же тут совпал. И здесь совпало. Да, вот в этом месте. Вот, видишь, вот тут вот это место точно совпало. А дальше оно ниже пошло. Значит, и здесь так же само мы с тобой кладем его. Желательно вот так вот. Да, вот в этом месте вот так он совпал. И здесь вот провис этот идет 0,5. Ну, относительно верхней части, наверное, мы будем делать. Ну да, видите, что дальше вот он начинает подниматься. Ну, значит, от нижней, не от верхней, а от нижней. Ну вот я по-другому его не могу даже выложить. Вот он только хочет вот так лежать, да. Поэтому вот здесь мы можем там особо не... Ну, вообще, как бы я должна, по идее, вот здесь вот так вот, оп, да, зафиксировать. И вот эту часть вот так вот, да. Видишь, она все-таки... Нет, тут сильно, видишь, она провисает. Потому что здесь у меня чуть-чуть съехало. Так, еще раз. Делаем ровно 4. И берем вот так, подставляем наш... Кусочек и вот сюда. Ага, вот, вот теперь оно стало. Вот, отлично. Вот. Теперь вот эта часть. И вот эту часть. Да? А теперь все то же самое делаем, как и в том рукаве. Нижний воротник мы можем с тобой, даже нужно, кроить где-то градусов под 45. То есть вот эта долевая должна не по прямой вот так лежать, или так, или так. А должна под 45 градусов лежать, вот так. Мы сейчас тут все-таки будем стараться из кусочка все это делать. Давай сейчас примерно вот так вот возьмем, обведем. Так, куда мы его укладываем. И потом второй так же само будем укладывать. Видишь, я стопарики делаю. Просто куда? Точки пересечения, да? Сейчас посмотрим, какие припуски будут. А теперь, смотри, этот воротник так, а этот надо вот так. Он же должен быть зеркальный. Ну, в общем-то, очень много, видишь, места получается. Так, как наметить еще раз 45 градусов? Берем с тобой просто линейку. Здесь четко, видишь, подолевой. Ну, и давай вот так вот под 45 градусов. Ага, тут не совсем оно поровненькое. Ну, короче, вот, например, 5 сантиметров здесь и 5 сантиметров здесь. Главное, одинаковое расстояние берите. Вот, 5 и 5. Так, 5 вот так, 5 вот так и 5 вот так. Вот эта точка, вот она. И теперь мы угол вот этот вот соединяем с вот этим. Ну, как обыкновенный квадрат, берете и углы соединяете. Вот тебе угол 45 градусов. Реальный угол 45 градусов. Чтобы его сейчас видно было со всех сторон, давай мы сейчас прокалываем булавкой. Ну, чтобы с той стороны тоже было видно, когда мы туда-сюда краим. Так, это мы вот так делали, да? Давай посмотрим. Видишь, не совсем. 45 все-таки где-то вот так будет. Вот так, да? То есть долевая вот эта так должна, например, идти. А здесь по-любому уже будет идти 45 градусов, да? Так, хорошо. Давай тогда сейчас вот так вот ее. Тут надо тогда вот так ставить. Или так. И если в другую сторону, то будет с другой стороны. Потому что, может быть, и так, и так придется сейчас искать. Вот, да? Чтобы легче было, берем от этой линии, например, вот так на 6 сантиметров. Параллелем и проводим еще одну линию. Ну, чтобы легче было находить и так, и так, угол 45 градусов. Ну, не всегда просто есть возможность под 45 градусов. Ну, старайтесь, чтобы он слегка по косой был. Ну, как-то по одинаковой косой. Если нет еще рисунка на пультовой ткани. То есть у нас нет, поэтому мы можем себе такое позволить. А так вообще... Видишь? Либо вот так долевая идет. Ну, в данном случае она должна быть хотя бы вот так. Смотри, можно притащить сюда вот так вот, вот этот вот ткань. Вот эту вот, видишь? Вот. И тут уже ты якобы видишь под прямой угол стола уже прямой угол на самой ткани. Правда? Вот давай сейчас перепроверим вот этот вот угол. Можем линейкой или под 45 градусов. Ну, в смысле вот такое вот даже проверять. Смотри. Давай сейчас перепроверим вот эту линию. Вот. Видишь, вот так идет долевая. Вот наши точечки, вот они. Вот так пошли. Скосились. Нам надо где-то вот так ставить. Так, чтобы оно вот... Вот, видишь, вот эти точки. Тут как идет, как долевая. И в итоге он будет ложиться как под 45 градусов. То есть чуть-чуть повыше надо. Ну, сейчас посмотрим. А второй тогда вот так надо. Но желательно еще на самом деле в одну сторону кроить, чтобы ворс в одну сторону был. Вообще ворс на нижнем воротнике. Вот покажи. Я сейчас на себя одену вот так. На нижнем воротнике. На верхнем, естественно, он должен идти вниз. И так же самое вниз желательно, чтобы он ушел и на нижнем воротнике. Потому что вы же такое движение будете делать. Этот ворс можно в другую сторону как-то вытягивать. То есть благодаря вот этому у вас всегда, ну, качество сшитой вещи будет лучше. И не будет ни катышком, ни каких-то там, ну, каких-то там линий там неправильных. То есть вот этот ворс должен будет идти вниз воротника. Потому что он вот так будет стоять. Да? Вниз. Можно даже здесь с тобой сейчас вот так и нарисовать. Что ворс здесь должен идти вниз на пальтовой ткани. Ворс вниз? Вниз. Видишь, у нас тут даже направление есть. Вот. Значит, нам так и надо. Только желательно где-то так. Ну, вот так мы когда будем кроить, вот сюда вниз пойдет ворс, когда мы будем верхний воротник без шва делать. И он строго подолевой делается. Да? А этот давай сейчас будем смотреть. Ну, в общем-то, под вот этот сгиб, он же и долевая на самом деле. Давай мы его сейчас вот так просто зафиксируем. Ну, просто легче будет ориентироваться вообще. Да? Вот и давай. Вот. И мы относительно вот этой линии сейчас запараллелим. Ну, вот, в общем-то, я тебе почти ровно положила его. Только где-то вот так надо положить. Да? Если вот эта линия параллельна вот этого сгиба. Да? Ну, правда же? Ну, хотя бы на глаз. Так, давай сейчас тоже опять зафиксируем вот эти. Да я тут тебе звездочки сейчас буду рисовать. Вот так. И здесь вот так. И вот такую вот звездочку. Да? Чтобы не по первой линии смотреть, а по второй. Да? А вторую мы должны вот так положить. Ну, еще ничего. Хорошо у нас все влезло. Только почти. Ворс. В правильную сторону? А, ворс не в правильную сторону. Да, ворс не в правильную сторону. Так, если это вот так, то вторую деталь. Надо же вместе складывать. Ну, да, видишь, ворс не в ту сторону. Значит, вот так. Если это вот так, то это тогда вот так. Правильно? Вот. Так он, смотри, как хорошо ложится сразу. Вот. И долевая наша даже соответствует. Класс. Ок, пожалуйста, обводи. Все окей. И с ворсом разобрались. Вот эти тоже звездулины. Ой, извините. Звездочки рисую. Вот. Вот эти вот штучки. Да? Здесь у нас по сантиметру. Здесь по сантиметру. А здесь постарайся два дать. Пускай будет даже так. Но всякий случай, вдруг нам надо что-то выпустить. Пускай здесь вот так вот идти. И вот эта вот линия, но два сантиметра. Хорошо? Ну, такие. Давай, обводи. Смотри, вот здесь у тебя криво сейчас лежит под борт. Видишь, кривая линия? Мне надо, чтобы было ровно. Вот так. Что бы тут ни происходило. У нас вот тут к решению, а не здесь к решению. И мы должны с тобой вот так вот аккуратненько. И вообще у тебя должна быть тут линия сейчас проведена. Надсечка вот. Или где она? Вот у тебя. И вторая надсечка. Проведи линию, к которой тебе надо прикладывать сейчас эту линию. А то у тебя будет вот такая сейчас линия. А у нас очень красивое, светлое пальто. Тут столько нюансов всяких. Хорошо? Наведи это. Перед тем, как даже наводить линию, даже перед тем. Давай мы сначала посмотрим, все ли у нас там поровно лежит. Давай вот хотя бы вот этот угол даже положим. Вот. А здесь, да, плавно линия вот так вот выступает. А вот теперь намечаешь вот это расстояние. Сколько оно у нас здесь? А сколько ты мерила там было? Семнадцать с половиной. А вот тут вот у нас осталась линия? Да, осталось. Вот у нас тут вот кусочек линии под борта. Вот ровно одиннадцать сантиметров у тебя должно быть. Вот здесь у тебя линия... Хорошо. Так. Вот здесь у тебя прямая линия, вот до сюда. А здесь ты уже с этой точкой сводишь. Хорошо? Только после этого дублировать. Ни в коем случае не по-другому. Вот эти вот надсечки, да, вот эти вот все. Видишь, она у нас подрастянулась вот эта вот одна сторона. Давай их вот так, как сгоним. Да, и ни в коем случае... Как ты определила, что она подрастянулась? А вот тут она стала выпадать. Ага. Вот эта ткань. Я сейчас ее вот сюда чуть-чуть как свела. И... Это же прямоугольник у тебя? Ну, хорошо. Если чего-то останется, то она чуть-чуть может быть... Чуть страшно. Да, в общем, остается конкретно. И она могла, скорее всего, вообще не дать усадки. Обязательно мы дублируем все. Одно к другому. Смотри, вот здесь... Сейчас будем парить, поуходит вот это вот все. Линия сама сейчас уйдет. Мы сейчас ее даже не заметим, когда она уйдет. Поэтому давай хоть в холостую. Вот так вот. Видишь, вот она еле-еле-еле видна вот эта вот линия. Давай мы ее вот так вот. Чем угодно там. Вот так, чтобы она не сдвигалась. Хотя бы. Или давай даже вот так сделаем. Вот это проще будет. Вот эту линию сейчас наметим. Хорошо? Куда тебе, к чему вот так вот приставлять. Хорошо? Потому что улетит. Ты только сейчас начнешь первое парить. Оно одним движением, оно у тебя опять все сейчас смахнется. Вот это вот. У нас однобортное. Вот. Ну вот так вот сейчас, наверное, да. Потому что очень длинное, очень сложно с ним обращаться. Второе или третье оболка. Если косточки, то выше. И вот так вот, да. И мы с тобой вот так вот кладем теперь, да. Вот так вот. Вот. Видишь, как удобно. Вот. А теперь вообще все замечательно. Лучше, конечно, дублерин кроить под оливой. Ну и по ширине он тоже, данный дублерин не тянется. Поэтому тоже можно по ширине, да, с тобой вкроили. Ну вот, потому что вот я уберу его, не тянется. Не так не тянется. Не так не тянется. Так. Где-то два с половинкой без пара. Если будет прилипать, потом будем чистить. В обязательном порядке. Одна на другой ткань. И смотри. Ни в коем случае, даже на миллиметр дальше не заходи. Хорошо? Это тоже можно поумирать. Он уже не надо. Не захоти, чтобы дворц не примять. Потому что мы дублируем только под дворц. И вот так вот медитативно. От сверху до низа, да, будешь. Сейчас мы больше как бы просто прикрепляем в большей степени. А потом дожаривать. Ну-ка, не то, чтобы прям дожаривать эту... Не знаю, вспомните, как вы жарите на сковородке. Ну, вот. Сейчас прикрепить, чтобы потом можно было бы еще более детально вот так вот нажимать. И... Ну, в общем, видишь, как я переходы вот эти вот делаю. Все, давай. Я вот сейчас... Вот тут мы с тобой ничего не дублировали. Давай каким-то образом попытаемся сэкономить этот кусок выпада. Вот это вот. Вот так возьми плотную вот так вот и поотрезай. Хорошо? Он высохнет. Можно будет какой-то пояс продублировать. Хорошо? Потому что здесь не касался утюг, здесь не поврежденное вот это дублирование. И можешь сейчас второй кусок... Ну, оставляем. Мы его так же самое срежем. Хорошо? И здесь так же самое вот так срежем. Вообще, конечно, это срезание. Мы потом занимаемся обрезкой вот этого всего. Мне надо было вот этот кусок тебе спасти. А вот это вот... Нам не дублировать, не кинешь. Хорошо? Ну, тоже сейчас срежешь. Хорошо? Ага. Вот ты все выложила по ровной. Да? Вот эту наметила линию, натыкала в булавочек, положила. И сейчас будешь дублировать. И лишнее срежешь. Хорошо? Смотри. Нам нужно раскроить вообще лучше под 45 градусов, чтобы здесь была долевая. Да? Вот под 45 градусов, чтобы лучше выкладывался воротник. Но я не думаю, что прямо до такого как бы технологического перфекционизма можно в данном случае доходить. Даже достаточно, если это будет вот так слегка. Мы давай вот так вот используем вот этот вот выпад. Даже легкая косина нам тоже очень пригодится. Но опять же, смотри. У тебя должно быть все зеркально. Вот здесь клей у тебя вот к столу. А здесь вот наверх должен быть. Тогда окроимся мы вот так. А то мы сейчас можем раскрыть две одинаковых, а потом страдать по этому поводу. Да? Вот так. Приложили вот тут клей и там снутри клей. Все вырезаем и идем дублировать наш фрагмент. Мы сложили лицом к лицу. Да? Намочили раскроенный наш дублерин. Положили. И с двух сторон обязательно деталь на детали перед лицом к лицу. И продублировали с одной стороны. И с другой стороны нельзя утюжить пальтовую ткань по отдельности. Вы применяете ворс. Вы деформируете детали. Только в обязательном порядке деталь на детали. А теперь вот эти все, что тут повыходило. Ну вот хочешь так вот заведи. Здесь можно. Но она будет клеиться все время. Не мешайте. Можешь просто четко по контуру полностью все срезать. Нам это не надо совершенно. Сейчас будем вметывать наш воротник. Но перед тем, как вметывать, нам нужно поставить наш подборд правильно. И мы там специально добавляли в крое... Сейчас я покажу, что. Если что, мы могли бы скорректировать. Смотри. Вот ты провела на лице линию подборта до того момента, где мы дублировали. Прометала на сантиметр. И теперь я его вот так кладу на стол и прокатываю, чтобы оно вот так ровненько легло. Вот он вот там укладывается очень хорошо. И я сейчас вот так вот параллельно низу буду прикалывать. Ну где-то выше талии. Вот оно ровно легло. Видишь? Я сейчас вот так вот прикалываю булавками. Вот эти моменты я переколол. Теперь я протаскиваю его сюда повыше. Но только так, как он хочет ложиться. Чтобы ни напегов никаких не было. Видишь? Вот тут нагрудная выточка может помешать мне что-то там увидеть. Поэтому я буду тут накалывать такими как бы очень часто булавками. Да? Теперь, например, вот эту можно оставить, а можно... Ну вот, в общем, смотри. Вот этот, вот эту часть. Мне надо, чтобы оно ровно выложилось. Потому что если мы неправильно сейчас что-то приметаем в подборт, мы не увидим основной всей ситуации. Видишь? Это как раз получается у нас до рельефа вроде как. И вот, видишь, вот здесь оно должно ровно лежать. И здесь должно ровно лежать. Вот так. Тогда вот эту последнюю. Можно снимать, можно не снимать. Просто старайтесь надолго булавки не оставлять в пальто. Они оставляют отпечаток. Они приминают ворс. То есть оно вот кололи там, пару часов подержалось и убираете. То есть это даже лучше 10-5-10 минут больше до этого как бы допускать. Смотри, мне надо же вот тут, чтобы оно еще выложилось. Видишь, я ее как восстанавливаю, выкройку вот эту вот. Видишь? И чтобы она тоже не растянулась. Вот. Видишь? Вот оно теперь ровненько лежит. Да? Теперь я спокойненько вот эту вот часть вот так вот накалываю. Вот. Так. Ну вот эту давай загнем сюда, а эту наверх. Ну припуск, который мы уже якобы будем разутюживать. Вот как бы расслабить вот это все. Потому что мы сейчас уже видим с тобой, сколько здесь надо срезать и сколько здесь. Ну вот сейчас я вот так у тебя и положу. Вот. А теперь переворачиваем и видим, что вот здесь мы спокойно можем с тобой вот это все срезать. Потому что можно было и четко это подкраивать. Но можно как-то так продублировать, что как-то так эта форма возьмется, что, например, сюда или перейдет, или не дойдет на 0,5. А нам лучше для вметывания воротника, чтобы оно здесь было, например, четко по линии. И нам потом легче будет соединять эти края. Сусанна, дай, пожалуйста, мои ножницы. Вот эти? Да, да, благодарю. Вот. И вот так сейчас мы с тобой вот это вот все срежем. Вот здесь, смотри, там я сейчас не дорежу. Дальше посмотрим. Вот даже вот эти миллиметры нам не нужны. Здесь лишние. Вот так. Да? Там ровно-ровно прилегает. Потому что мы припуск здесь потом будем уравнивать. Вот. А теперь можно и вот так вот выложить. Теперь вот так. Ну, то есть как-то манипулируйте, но продумывайте хорошо, как вы манипулируете, чтобы у вас был хороший результат. Сейчас мы сделаем, что и на подборте тоже будут такие же припуски по плечевым. Какие и на плечевом на самом. Да? Вот это меню. А тот второй подбор тоже делаешь то же самое. Не подгоняешь одно под другое. Может там микро точности быть. Здесь на 2,1 ты прострочила плечевой. Там ты на 1,9 прострочила. Там чуть-чуть сдвинулась, там чуть-чуть сдвинулась. И оно может, ну, не совсем быть. Потому что у нас вот примерки идут. Если бы у нас была отработанная выкройка, мы бы ничего бы не мерили. Мы тут же по этим сантиметрам все быстро обработали. Надо бы вот это вообще все бы вообще бы не интересовало. У нас не было бы факта вот этого вот какого-то смещения, еще чего-то. Да? Ну, вот тут. Это я думаю, что скорее всего мы убирать будем. Ну, давай вот уже по передней, значит, по передней это все и осноравниваем. Вот, все. Теперь он четко получился. Вот он. Так вот тут что-то мне нравится, что-то не выпадает. Не кладу, он пытается здесь как-то. Нижний. Нет, нормально, все. Вот эта часть мне показала, что она как-то больше выпадает. Вот, теперь все есть. Теперь я у тебя вот эти булавки, давай вот так сразу положу. Чтобы ты могла спокойно вметывать воротник. Но у нас же с тобой, там где была надсечка, это и есть, вот это центр. Но это уже с полузаносом. Надо посмотреть на выкройки, сколько мы полузанос делали. Четыре или пять, ну три точно мы не делали. Четыре или пять полузанос был. Надо вот это посмотреть. Вот, а вот эти бегом убираю, чтобы они не оставили свой след и все остальное. Вот, и вот так вот давай. Ну, как нам лучше с тобой сделать? Вот так, наверное, да? Для вметывания воротника. Будет сложно, будет торчать, но ничего страшного. Вот, да? И этот плечевой тоже фиксируешь, как будто в разутюжку. Что здесь уже в разутюжку, да? То же самое манипуляцию попробуй. Вот где-то в районе талии ты его кладешь ровно, а только потом все делаешь, хорошо? Смотри, все хорошо померили, но нам нужно снимать плечо сантиметр, да? Как мы делаем? Вот здесь мы ровно сантиметр так намечаем. Вот это ты вообще сюда нельзя так сходить. У нас тем более еще надо бы выпустить бы чуть-чуть, да? И мы вот так вот плавно-плавно на нету так вот сошли. Вот тут вообще ничего не трогаем. И так же самое на спинке, потому что нам же надо обнимать любимого человека за что-то. Ну, за счет чего-то, скажем так. За счет той ткани, которая у нас есть на нашем пальто. Вот так. Вот сюда даже вообще не идите. Чуть-чуть вот здесь. Ни в коем случае никак не по-другому. Это же верхняя одежда. Как бы нам не пришлось тут вот этого рельефа выпускать потом. Ну, естественно, все вносим в выкройку с тобой. Нам просто вот само плечо чуть-чуть надо было снять. Ну, естественно, вы всегда плавно-плавно-плавно сводите. И стяжка. Потому что у нас еще предстоит вметывание еще раз и прострачивание. А перед этим мы еще и подкладку будем присоединять. То есть мы еще и потягаем его. Это в обязательном порядке. Вот после вот этой среза обязательно, видишь, вот она плавная линия. Нам вот тут мы еще потом с тобой аж вот так за 0,5 будем еще и встречать. Все. Пока здесь все. И рукав. Давайте я сразу выведу линию. Мы тоже здесь выпускаем. Да? На максимум. И даже давай, наверное, и низ вот здесь. Давай здесь на сантиметр. Дадим. А здесь вот за 3 миллиметра будем чтобы хватать. Ну, можно под эту линейку. Может быть, надо как-то вручную наводить эту линию. Сейчас я ее вот так вот вставлю. Примерно. Потому что ее обычно полностью не хватает. Ее хватает только вот до сюда. Вот этой линейки. Да? По вот этой линейки. Ну, вот. Хорошо? Ну, и здесь закрепка. Вот она, видишь? У нас акад с тобой сейчас увеличился. Очень круто. Тут мы, смотри, расширяем довольно-таки прилично. Мы расширяем чуть ли не 4 сантиметра в объеме. Очень хорошо. Хорошо? И так же самое второй рукавчик. Здесь все хорошо у нас с воротником. Но мы хотели бы его чуть-чуть скорректировать. Вот эти места нас полностью устраивают. А вот это место мне хочется тебе его чуть-чуть уменьшить. Чтобы он лучше прилегал. Потому что если бы ты сказал, что хочешь очень большой шарф носить, я бы тебе оставила бы так. А так, ну, тогда было, конечно, лучше показывать на примерке. То есть вот эту линию, которую мы вот отсюда вверх завышали, мы сейчас ее уменьшим на 1 сантиметр. Вот и все. В итоге мы будем убирать вот эту часть на сантиметр. И у нас может чуть-чуть растянуться линия самого вот этого вот воротника. Ровно на сантиметрик вот так вот. Мы сейчас эту линию вот так просто плавно сведем. Вот. И все. И точно такой же сейчас второй будем подкраивать воротник. Но сначала вырезаем дублерин подолевой. Клеим его на нашу ткань пальтовую. А только потом накладываем вот этот воротник. То есть там своя собственная идет технология обработки. Так, вот так. Сейчас попробуем здесь аккуратненько, плавненько сойти. Практически невозможно сделать в пальто. Очень маленькие вот эти тоненькие слизики. Вот сейчас будет великолепно. Так, теперь как узнать, сколько нам нужно дублерина? Нам нужно его взять и вот так вот разложить. Вот так, по-ровной. Ты вот сейчас узнаешь. Ну, возьми на обязательном порядке чуть больше на сантиметрик. Ну, вообще это прямоугольник сейчас можешь вот такой. Просто взять прямоугольник и на ткань положить. Видишь, у нас все хорошо, красиво, сходится. Это 40, почти. Ну, не 45, где-то 30-40 градусов. Косая, я уже объясняла, зачем она нам нужна. Значит, вот прямоугольник, да, например, там 18 шириной и там 50 длиной. Да, но тебе надо будет сейчас поискать ворс, направление ворса на куске, который отмечен. Отлично. Ну, все, давай сейчас я к тебе приду и будем дальше дублировать. Давай. Вот сейчас мы начинаем подкраивать нашу подкладку. Смотрите, какая ситуация. У нас вот наш подборд, мы его осноровили относительно горловины. Все хорошо. И я сейчас перепроверяю его длину, потому что она по-разному была. По-разному заходила, ну, прилегала вот к этой части нашего пальто. Тут, да. Поэтому я сейчас оба подборта сложила вместе, например, изнанка к изнанке, да, и вот эту линию совместила и сколола, потому что вот здесь точно все было одинаково, а вверху чуть-чуть по-разному. Поэтому мы сейчас вот это вот полностью переносим. вот так их вместе, или сразу же берем вот так вот и обрезаем, да, вот так, чтобы они были одинаковыми. И теперь сейчас промеряем их ширину и внесем это в выкройку. вот так, да. Вот, чтобы оно не это самое. А теперь меня интересует вот этот вот, здесь, грубо говоря, 5 сантиметров, да, по ширине. А вот здесь у нас на передней стороне, когда мы его рисовали, 4 с половиной. Но здесь всего 5, потому что здесь у нас сантиметр идет на горловину, да, и по идее сантиметр должен уйти вот сюда. Тогда у нас остается здесь вообще всего 3 сантиметра, да. Не как вот здесь мы вот 4 с копейками делаем, 4 и 3. А здесь нам нужно с тобой сейчас выводить вот эту линию на 3 сантиметра. Так, а давай сейчас теперь вот эту ширину промеряем вот тут вместе с припуском. Якобы 11 с половиной, да. И вот здесь у нас сколько? 11. Давай тогда везде промеряем сейчас вот эту вот часть. Ну, якобы. Ага, здесь 11,2 уже. Так, твоя задача тогда сейчас навести одинаковый припуск относительно вот этой наметки. Давай сделаем тогда везде, посмотри, какая наименьшая будет. Если наименьшая 11, значит, везде сделаешь с одной и с другой стороны. Вот тут мы уже тебе все уравняли. Значит, то есть вот это 11 мы сейчас вот сюда вот плавно вот к этим вот точкам сведем. А только потом будем браться за подкраивание подкладки, хорошо? Сейчас вот любые где-то здесь будут погрешности, неточности, мы потом, ну, не получится с первого раза хорошая подкладка. Вот мы выложили вот таким вот образом, да. И вот так вот промеряем, что мы везде будем делать с тобой ровно на 11, а там дальше заснимем и плавно сведем кверху. Вот мы ее наметили, вот это две точки одинаковые, на одинаковом расстоянии мы измерили, что вот до сюда, вот до этого места мы срезали ровно на 11 сантиметров. Вот мы ее понамечали, здесь легкая-легкая коррекция. И вот эта линия, вот мы ее просто плавненько вот сюда сводим. Потому что сложить одно к другому, ну, они по-разному здесь повыпадали просто после утюжки. Вот мы сейчас ее вот так ровненько срезаем и дальше начинаем работать уже с подкладкой. Мы с тобой смотрим здесь, вот 5 сантиметров, да, у нас 10 сантиметров и здесь сантиметров. Значит, здесь у нас верхняя часть нашего подборта должна быть в этом месте всего 3 сантиметра, вот так как я тебе намечала, вот. Но здесь уже есть сантиметр, да, так как нам лучше с припуском делать. Ну, давай тогда сделаем 4 сантиметра, как у нас сейчас есть. То есть вот этот припуск я его не учитываю, вот он. Отсюда сантиметр и того 5, как здесь. Значит, наша главная линия это вот эта линия. Я ее стараюсь здесь сделать сразу с припуском на подборте, мне потом удобнее. Так, и вот эту потом круговую обтачку по спинке ее подкраивать будет легче. Вот, сейчас у нас пока стоит задача раскроить пока подкладку. Мы еще обтачку поговорим там. Сделаем, а здесь у нас везде с тобой ровно по 11 сантиметров, как вот и есть здесь. Да? Вот, и здесь у нас с тобой вот тут по 11 сантиметров. Это же вместе с припуском. Значит, давай ее цельно вместе с припуском и рисовать. Вот эти мы припуски не учитываем, а вот эти давай мы оставим. Значит, мы ее просто вот здесь переносим. Так, и давай тогда сразу же туда и верхнюю часть примерим. Здесь чуть-чуть не хватило здесь. Ну, как усеченная сторона. Давай мы вот здесь примерим по верху сколько. Ну, тоже 5. Все, 5, и того здесь 4. Вот, я от этой точки ставлю 5. Да? Вот так. Вот мы сейчас ее и вырисуем. И вот так же, как ты сейчас плавно, и тогда мы тоже это все плавно вот так вот мы и вырисуем. То есть здесь основная наша линия, это вот эта линия. Так. Значит, когда мы сейчас будем прокалывать булавки по вот этой линии, то мы от нее добавим вот сюда 2 сантиметра на подкладку. Итого, линия на подкладке будет не по этой стороне, а вот тут на 2 сантиметра дальше. Прямо четко. Да? Вот это я даже могу тебе написать слово. Подкладка. Можешь ее провести каким-нибудь другим цветом для следующего, например, пульта. То есть отсюда вот так пунктиром 2 сантиметра навести, что ты будешь знать, что подбор твой идет вот так. Да? Подборд. Я вот так пишу слово. Это идет подборд, а это подкладка. Тут на 2 сантиметра вот сюда ее можешь провести. Можно это же потом срезать, там, загибать, что хочешь там можно делать. Эту линию до низа проведи на 11 сантиметров. Вот это вот расстояние до низа. Хорошо? Я от нее на 2 сантиметра пунктиром и начинаю работать с подкладкой. Мы сейчас начинаем крыть уже подкладку. Вот мы наметили вот это вот типа оранжевая линия. Это у нас линия, где закончился подборд, срез именно подборта, продублированного. И мы 2 сантиметра сюда отложили. И это четко уже подкладка с припуском. Вот даже написано подкладка с припуском. Чтобы сейчас легче было кроить, я сейчас предлагаю тебе по вот этой вот голубой линии ее срезать. Потому что мы там уже в предыдущем видео все это очень хорошо вымеряли. Вот чтобы легче сейчас было класть. Значит, вот это у нас в эту сторону, а вот эта часть мы перевернем туда, вниз головой. А я хотела бы еще чуть-чуть здесь расклешить, чтобы тебе легче было ходить. Потому что мы не будем сюда вставки такие делать, как вот здесь. Просто мы так и не заснимали еще нашу пату. Вот покажи. Вот как оно выглядит. Вот. Приталенное с такими вот рельефами с плечевого шва. Скорее всего, да, нам нужно будет еще патик с тобой наметить, такое сделать. Вот эти вставки треугольные, красивые. По передней половинке такие же рельефы, тоже вставки от талии. Ну, мы выдумывали там какой-то воротник, может быть резной, но в итоге решили сделать закругленный. Вот. Ну, про манжеты вроде бы пока мы речи никакой не ведем. Да. Вот оно вот так вот выглядит. В общем-то, если вы будете делать подкладку полностью приточную по низу, вы должны будете вот эти все клинии, которые мы вставляли, точно подкраивайте на подкладке. Все четко-четко, точно так же подкраивайте, будет огромное количество подкладки. Ну, если вы хотите, чтобы был низ закрытый. А мы не хотим столько много подкладки тратить на наше пальто. Мы взяли, сколько, 2 метра? 2 метра. И мы не будем вот эти вот треугольники подкрайные делать. У нас будет отлетная подкладка по низу. Будут все рельефы обметаны до талии. Низ тоже на дублерин и будет обметана верлаком вручную подшита. Ну, и так же будет сделана и подкладка только прострочена. Низ будет. Вот. У нас будет надлетная. Поэтому мы упрощаем. И единственное, что мы можем сделать, это чуть-чуть раскрешить, вот раскрешение по талии. Ну, вот к низу, хотя бы на 2 сантиметра. Потому что мы раскраивали вот эти вот клинья аж вот так мы краили, да? То есть вот так вот у нас сходилась эта линия. То есть у нас очень хорошее раскрешение там. Нам, в общем-то, на подкладке оно не обязательно и нужно. Потому что мы по бедру хорошо все равно проходим. То есть мы вот сейчас вот тут наметим вот эту вот выточку. А здесь чуть-чуть увеличим, потому что мы выпускали по боковому шву. И вот сюда чуть-чуть больше, насколько будет возможность, мы сейчас раскрешим. Ну, все. И вот на данный момент мы сейчас с тобой будем, потому что вот я и говорила, брать и вот эту вот часть по голубой линии вырезать. Нам просто сейчас легче, проще будет кроить. Вот пока сейчас паузу. Так, вот так мы положили и спинку, и перед. Спинка обязательно у нас сейчас будет со сгибом. И мы будем сейчас делать там такую складку заутюженную, сострачивать вот это дальше потом. Потом раскрешим от талии вот так, чтобы побольше было у нас объема по бедру. Если вдруг мы захотим какой-нибудь толстый свитер одеть. Вот. И здесь тоже по передней вот так раскрешим. Вот. Сейчас мы наметим и еще раз все покажем. Вот у нас мы выпускали по боковому сантиметр. Да? Вот. Мы его увеличиваем, тот, который мы выпускали сантиметрик. И давай для лучшего облегания, чтобы у тебя вдруг когда-нибудь не разошлась подкладка. Потому что пальтовая ткань хоть чуть-чуть тянется, а подкладка же вообще это не тянется. Давай мы еще сантиметрик дадим для верхней одежды, для пальто. Так бы я максимум бы 0,5 бы дала для жакета. Вот. Здесь 0,5. Ну и сантиметр давай добавим. Потому что как мы там выпускали? Чего там происходило? Так. Да? И вот здесь это еще без припусков все. А вот здесь давай вот расклешим порядка этих сантиметров на 7. Да? Вот оно хорошо ложится, эта линия. Опять же, это все для нашего того самого свитерка, который мы можем надеть, чтобы у нас не было узко по бедру. И вот так вот сводим. И еще раз напоминаю, мы же тут не подкраиваем эти все расклешения, а мы чуть-чуть расширяем. Так, предостаточно это будет для всего остального. Так, вот тут тоже четко наводишь вот эту вот, ты навела уже, да, серединку наводи этой вытачки. Это мы навели. И здесь у нас с тобой, мы тут просто перепромеряешь. Где-то сантиметров, чуть больше, чем 5, должно быть, у нас где-то 5 сантиметров будет идти здесь обтачка. Ага, значит, сантиметров 6 мы, например, вот так вот, да, и делаем такой поворотик, да, вот-вот-вот застрачиваем вот эту часть, вот так. Давайте не в ту сторону рисуем, вот так. В общем, давай мы сейчас-то вырежем, и я нормально там нарисую, потому что мне неудобно так туда вот это самое дотягиваться. И здесь то же самое делаем, вот так 2 сантиметра, да, в итоге на талии у нас с тобой полтора сантиметра, потому что я дублирую то, что там. И сейчас с той стороны внизу я раскрешу вот так вот на 7 сантиметров. Сильно-сильно не раскрешайте. Но если будете выворачивать пальто наизнанку, будут вот эти все боковые западать. в бок, а не трапеция будет. Ага, значит, что мы еще можем сделать? Давай мы с тобой вот здесь дадим прибавочку 0,5. Здесь мы ничего не будем давать, а вот здесь мы увеличим чуть-чуть вот эту вот часть. Другенькую прибавочку. Здесь у нас все хорошо. Ну, вот тут вот. Чтобы мы могли, ну, движение руками, покажи вот на меня, какими делать, вот так. Вот так. Чтобы еще комфортнее было. Ну, на спинке у нас как бы вот эта вот, есть складочка для этих всех дел. Ну, давай мы тоже тут тоже дадим вот так 0,5. Просто к ширине я чуть-чуть добавляю. Но вот тут я не углубляю. И в плече я ничего не делаю. Просто чуть-чуть добавлю. Чисто для подкладки, чтобы вот оно вот было таким. Ага. Здесь 2 сантиметра. Здесь сантиметр. Ну, вообще у нас вот эта часть подкладки, она даже еще будет короче, потому что мы ее будем, я покажу, как подстраивать под нашу обтачку, которая будет по спинке вот здесь. Поэтому здесь на самом деле можешь вообще ничего не давать. Можешь давать, чтобы не забыть там. Можешь здесь сантиметр, здесь 2. Здесь то же самое. Сантиметр, а здесь 2. Здесь можно вырезать вот эту выточку, а можно оставить ее. В смысле припусков. Вот тут. Давай не будем вырезать. А только среднюю линию здесь наметь. Смотрим. И вот здесь среднюю линию наметь. Здесь дырочка вот эта. Ничего, мы уже сводили плавно, поэтому она и получилась. Ничего страшного. То есть может быть из-за того, что ты вот тут. Нормально. Чуть-чуть ничего страшного. Просто здесь это плавное сведение. Вот тут вот среднюю линию, среднюю линию и на выточке среднюю линию, по которой тебе надо будет сгибать. И вот эти вот стопарики, докуда тебе надо будет сострачивать. Я думаю, что мы тут все, что могли, мы все сделали. Значит, сейчас накалываешь. Нам предостаточно там ткани для рукава. Если там еще и останется с тобой подкладка. Давай еще раз длиной. Тут у нас 67 длина. А на пальто у нас все 80. Сейчас мы померяем, потому что может быть нам надо чуть-чуть приподнять. Так, пока пауза. Давай. Значит, вот от верха мы хотели с тобой на 6 сантиметров от линии самого... Вот так вот, только вот так сейчас мы приколем. Ну вот, не от припуска, а чуть пониже. Вот 6 сантиметров. И мы с тобой ее вот так вырисовываем. Сейчас я ее намечу. Вот 6. И вот так вот мы ее сюда закругляем. То есть, вот тут мы делаем закрепку. И вот так вот плавно вот сюда вот выходим. А нижнюю часть, то есть, это будет потом в итоге складка. Мы должны сделать чуть-чуть ниже нашей вот этой вот проймы. Чуть-чуть ниже. То есть, вот талия. И мы вот так вот ее... Чтобы для еще большей комфортности и удобства. Вот так. Видишь, где-то вот на сантиметров на 10 от проймы. И вот так вот плавная линия. То есть, мы вот так строчим сейчас с тобой закрепка. И вот так закрепку сделали. И поехали до самого низа строчить. Поэтому тебе нужно будет сейчас вот так вот наколоть вот эти все булавочки. Да? И между ними вот это все прострочить. У тебя очень, как ты тоже заметил, очень быстро уходит линия. Тут же обтрушивается. Поэтому вот смотри, я сейчас тут вкалываю вот так. Мы сейчас быстро-быстро с тобой переносим саму выточку на вторую сторону. Потому... Это надо практически не дыша делать вот эти вот переносы. Смотри. Длина, она очень неудобна. Давай вот так вот сейчас помырием. Вот так вот. Протянули чуть-чуть. Здесь делаем вот этот вот крестик, да? Который мы будем сводить. Нижнюю часть выточки. Крестик. Так. Вот это. Вот это. Эта часть, да? Это у нас талия. А это на всякий случай, чтобы у нас верхняя никуда там не делась. Можно и сразу наводить. Если получается. Сейчас она ляжет. Сейчас хорошо. Посмотрю. Сейчас посмотрю. Что-то не хочет ложиться. Я сейчас вот эти крайние точки свожу. Вот эту и вот эту. Потому что оно же тут живое все. Вот. Вот это. Вот. Теперь мы бегом с тобой намечаем. Главную, основную уже взяли. И так же самое переносим на передние половинки. И бегом-бегом строчить. Здесь, в общем-то, стяжки мы можем и не делать по пройме, по горловине. Потому что практически в самый последний момент будем с тобой сострачивать нашу пройму. Тем более на подкладке это не так страшно, как на основном изделии. Вот. Все. Наметили, откалываем и бегом строчить. Потому что у него все осыпается. Потому что я тут рисовала, а она с той стороны могла сейчас перепечататься и еще стать меньше. Видишь, она вон остался след. Она стала еще меньше. Поэтому бегом сейчас намечай и на строчку идти надо сразу же. А потом только средний шел. Ну и что я предлагаю? Перерисовать вот этот кусок нашей выкройки. И отдельный. Да, будет тоже с долевыми, со всеми делами. А вот этот сюда вложить и склеить скотчем. Тогда я тебе наведу вот эту уточненную линию. У нас будут две нормальные детали рукава. Ну тут как-то, ты знаешь, кривенько порезали. Порвали даже, я сказала, кривенько порвали. Видишь? Ты снимаешь? Да. Но все равно нам, мы будем вот это сейчас ровнять под прямой угол. А это будем рвать. Здесь-то одинаковые, надеюсь, размера не. Вот так. Вот 65,5. Олечка, подожди секунду. 65,5. А здесь тоже 65,5. А нам надо 59, чтобы на сантиметр она уже меньше была. И мы тогда с тобой берем вот так вот. И вот так вот измеряем. Тоже сейчас порвем. А я сейчас тебе покажу, что... Раз до нас рвали, в общем-то оно почти ровно получалось. А нам надо 59, вот. Пытаться это делать все. Параллельно вот этому срезу. Сейчас я буду так резать. Натрезали там сантиметра. Три, два, три. Вот это тоже. Ну, патчики. Так. А вот эту часть, там, посмотришь по всем остальным кускам. Тоже может быть такая же ситуация. Вот все хорошо, только криво... Касина. Оно криво, на самом деле, рвалось изначально. Да, но мы сейчас ее снимем, вот эту кривизну. Каким образом? Мы сейчас вот это будем... Мы сейчас будем думать, что это у нас под прямым углом, а это нет. Вот, смотри, я к низу стола кладу, вот так. И беру... И от стола сейчас наведу, потому что, ну что это за безобразие? Ну, полное же безобразие. Вот так вот давай сейчас положим. Я брежу. Главное, чтобы он не сместился. Да? Или одинаковое расстояние вот отсюда. Сколько здесь? Четыре. Здесь четыре, ты видишь. Здесь немножко больше здесь выпадает, а здесь... Давай тогда под стол. Четыре. Наверное, все-таки четыре с половиной. В общем, как-то ее равняете. Четыре с половиной. Четыре с половиной. Вот. И пока вот она лежит, вот это вот все, вот так вот срезаем. Сколоть? Да, сейчас очень аккуратненько сколем. Практически не видно это линия. Да, и вот так обрежем, и так застрочишь. Потому что у нас фатин весь шел по 60 сантиметров, а подкладка, ну хотя бы на сантиметр должна быть меньше. Зачем бы, чтобы оно там ниже выбивалось? Бывает, даже на три сантиметра меньше. Так пышнее, да, кажется? Ну, симпатичнее может быть. Вот, смотри, вот она идет. Видишь ее? Да. Вот давай срезай. Точно так же все остальные четыре кусочка. Сейчас уже к тебе. Давай. Ну, что бы нам вот так вместе не поставить? Если мы вместе вот так вот кроили, давай мы сейчас их заколем. Давай даже дальше сразу, чтобы мы не попали. И вместе сразу же все и обрежем. Чубином. Ну да, вместе трезаем. Ну да. Так, и сейчас бачок. Семьдесятых, да? Ну вот. И сейчас вот так вот плавно сидим. А потом круговую я тебе смеюлюлю. Круговую уже потом, когда мы отрежем? Или сейчас сразу? Нет, потом. Потом я тебе покажу. Когда основное будем делать, потом мы все из нее не выпрыгнули. Все, вот тебе. Мы убрали все с накрытия. В общем, еще раз-то попрокалывай и все вот это сними. Хорошо? Я просто расскажу. Вот, мы прострочили наш средний шов. Видите, вот. Сделали вот эту вот складочку. Прострочили везде наши выточки. С плавным сведением. Никаких вот здесь закрепок нет. Мы плавно свели, завязали два-три раза на одном месте две ниточки и вправили между тканями, вот там, внутри ниточки, да? Сострачили тоже и переднюю в том числе, да? И в обедательном порядке, поскольку у нас подкладка отлетная, мы обметали срез будущего подборта, ну, к подборту, который мы будем присоединять, боковой обязательно до верха, да? Тут мы не срезаем, зачем мы тут лишние верлоки. Мы сейчас просто это заутюжим. Вот. И перед тем, как мы будем полностью отутюживать, мы сначала все как обычно, все швы приутюживаем, а только потом заутюживаем. Да? Вот так. Прокатываем. Ну, вот в данном случае, может быть, можно и с паром. Может быть. Да. Давай мы сделаем с паром. В данном случае можно. Очень аккуратненько приутюживаем все вытачки, вот эту вот, он совершенно по-другому будет нажиться. Да? Все приутюживаем, а потом я покажу, как заутюжим. В принципе, мы можем с тобой, я очень часто приутюжу подкладку по лицу. Смотри, вот сюда мы не можем к центру, как обычно, заутюжить, что у нас будет кусок вот этот, видим. Ну, в другую сторону будем утюжить. на заднюю часть, вот так, на колодку. Может быть, что-то можно и без колодки. Вот. И вот так вот просто заутюживаем. Здесь практически нет лаз, когда вы работаете с такой тканью. Вот это наша грудь. Тут же мы автоматом тебе ее сутюживаем. Ну, если бы было бы хорошо, чуть-чуть хотя бы фиксировать. Ну, подожди, сейчас по-моему. Теперь вот эту грудь, часть вот так вот. Ну, видите, полная линия. А так, может, кусочками вот так вот утюжить. Ну, главное ее привести в хорошую утюженный вид, чтобы мы уже больше сюда отрезуемся прям. Ну, вот так вот, чуть-чуть. Боковые к центру, вытачки к центру. Все то же самое. Сейчас я тебе еще покажу вот эту вот складку. Так. И... Тут можем смотреть, как будто, как, знаете, как женская сторона справа налево. Я себя надела и вот так сзади на пальто смотрю. Справа налево. Вот. Там у нас прямая линия. Как вот эту вот складку саму заутюжить. Вот так вот, да? И он фиксирует. Оно там же половное. Вот что мы сейчас фиксируем? Оно остывает. Даже не надо, не тянуть ничего. Ну, может быть, нижнюю часть вот подтянуть вот сам шовчик. Вот полностью давай сейчас вот утюживаю таким образом вот кладку. И будем приниматься за утюжку рукаву и вверх, ну, вверх, вверх. Вот так вот все. Давай. Вот мы выкладывали вот так вот подрезать, да? И вот так приутюживали, мочили квачиком, приутюживали каждый вот этот шовчик. А теперь мы все будем заутюживать. Полностью все у нас все хорошо. Будем утюжить. Можно и плечевые сейчас тоже здесь. Сейчас все утюжим. Давай начнем где-то с бокового. Смотри, вот эти вот вставки, они нам уже сами сказали, как надо. Смотри, вот так. Верхняя часть вот где, в правую утюжку, а эта, в правую часть. Ну, все, больше ничего не надо. Давай сейчас сначала не по кругу поднимем. Давай, давай сейчас с самого послужим. Просто переднюю часть лучше утюжить в самом конце, чтобы она расшивала. Давай, когда... Ага, вот здесь ты хорошо поприутюжила, чтобы вот эти вот снеги прослепились. Комиш мы расшивали. Здесь надо будет сейчас еще раз положить. Вот так. Сейчас я еще и с лица тебе про... Ну, можно с лица и не мочить. Здесь просто побольше надо намочить вот здесь. Прям мокрое-мокрое, что ли. Когда идут вот эти вот следы от бывших строчек, идут. И еще и с паром утюжить. Может, в несколько раз надо будет приютчуживать. Вот так, с парком. Ну, мы не давим. Мы просто парим. Мне надо, чтобы просто предыдущая строчка ушла. Вот так, с парком. Вот, и надо досушить. Вот, и так же само второй шертик. Ну, второй боковой. Хорошо? Сейчас мы посмотрим. Конечно, я сильно перемочила, но точно не будет сейчас, ну, вот этих проколок будет. Конечно, перемочила. Можно было в два раза меньше. Ну, главное, чтобы все ниточки ты тогда поубирала. Внутренней стороной. Да? Ну, вот попарим. Попарим, попарим, попарим. Чем дольше попаришь, тем лучше. Главное, тут вот сюда далеко не заходи, туда не заходи. Вот, где он держит, там и парим. Сейчас тут попарим, попарим, потом можно пар выключить и просто досушить. Но не нажимай, без нажима, чтобы горст не преминал. Вот наш боковой от утюжины вообще как будто ничего и не расшивали. Даже ни следов, ничего не осталось. Так, значит, теперь мы начинаем утюжиться. Давай, наверное, мы сверху начнем утюжить. Мы будем заутюживать на спинку, да? До талии. Мы сейчас вот это расстояние возьмем. Видишь, он начинает подниматься. Мы не можем сейчас цельно, потому что у нас притали на жидком было. Да? Вот так вот. И в данном случае будем делать квачек без пара. И начинаем вот здесь вот так вот проводить. Вот, как примачивать чуть-чуть. Раздвигать. И начинаем вот так вот заутюживать до начала оверлока. Как обычно, в общем-то. Можно и через проутюжку. Но мне главное, чтобы тут лаз не было. Ну, мне надо, чтобы он еще лежал зафиксированный. Но ни в коем случае не дальше от нашего оверлока. И сильно много не выкладите воды. Ну, не намазывайте. Всякие случаи. Вот сейчас на самом деле я его как-то вот на такое ощущение, что как перемочила. Хотя подержали, подержали. Вот смотри, не лаз, ничего. И он зафиксированный. Не лаз, ничего. Нигде ничего не блестит. Вот. И здесь он, смотри, я вот так раскладываю. А он лежит. Да? Теперь вот этот вот кусочек талии. Вот где мы смогли раздвинуть вот эту вот тканюшку. Ровно она лежит. Вот так. Вот много не мочим. Да? Ты понимаешь? Когда долго... Много мочим, долго, дольше надо будет утюжить. Смотри, вот сюда вот не ставьте утюг. Вы его как будто бы на весу держите. Вот так. Видишь, я не ставлю его туда. Я тут раздвигаю, а там туда я не ставлю. Чтобы не зафиксировать вот эту линию и не примять ворс на пальтовой ткани. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. И вот так опять держим, прижимаем. Нужно сключить, включить. Нормально всё. Да? И сейчас так же само вот эту вот поверхность. Тоже будем несколько таких вот моментов делать. Ну, тут единственный момент, что, может быть, лучше стоит от низа утюжить. Чтоб от утюженной части вниз не спадала. Вот, может быть, вот в этом только единственный момент. Может быть. А потом покажу, как вот это делать. Ну, где рельеф. Ну, так тоже самый эффект, только тут мы чуть-чуть, как, припарим в серединку. Всё. Так. И перемещаем вот так вот. Здесь не утюжьте больше, чем ваш лапоть, например. Чтобы только поверхность лаптя у вас была от утюжина, чтобы оно и прижимало. Пар плох тем, что, например, вот здесь вы будете вздыбливать вот этот ворс, а вот тут он будет, например, какой-то изначально примятый. Или, наоборот, какой-то эффект может произойти. То же самое вот так вот. Мочим, заезжаем. Здесь утюжка боковых швов, ну, вообще швов на пальтовой ткани будет зависеть в первую очередь от вашей строчки изначальной, стачивающей. Если она была некачественная, что-то, какая-то нитка затягивала, то не ждите хороших потом результатов после вот этой вот утюжки. То есть, эта утюжка, это уже как бы только ласа не насадить. А изначально будет всё зависеть от того, как вы вот эту вот первую строчку прострочили, как вы обмётывали, потом приутюживали ли вы вот эти все швы, а потом вот эта заутюжка, это уже как бы последствия всего остального. Будет красиво или нет, да, и вот тут аккуратненько по внутренней части вот тут вот. И пока оно горячее, бегом-бегом фиксируем и вот так становимся. Только не надо сильно нажать, просто чуть, ну, просто стоите, придерживаете. Даже не облокачиваетесь, а вот так просто, чуть-чуть. Не достаточно веса локтя, чтобы он зафиксировался. Чуть-чуть, чуть-чуть прижали, но не облокачиваемся. Иначе пропечатаете шов на ту сторону. Тут всё ворсовое, оно всё очень мягкое. Вот это вот средний шов по спинке нашего пальто. Так, вот это что-то какие-то там будут поубирать. Значит, вот тут совершенно по-другому сейчас будем утюжить. Смотри, мы просто выложили, да. Потом кладём нашу любую проутюжку. Что-то какая-то иностранная. Ну, нам любая подойдёт. Вот, смотри, что я буду делать. И мы берём с тобой, мочим, только всё без пара. Мочим конкретно вот этот вот шов сам. Вернее, саму проутюжку. И будем сейчас утюжить. На утюге никакого пара. Мы будем смотреть. Слышишь? Звук. Вот это, только я на весу это делаю. Я не прижимаю шов. Не прижимаю. Совершенно не прижимаю. И ещё вот эту сторону не прижимаю. И сюда до конца не дохожу. Я его как подраспариваю. Но только без пара утюг. Вот за счёт вот этой вот, то есть фактически вот максимум у тебя начинает проутюжка высыхать. Иначе, в общем, это можно и прекращать утюжить. Или хотя бы чуть-чуть. Вот он уже разложился. Хочешь, можешь бегом ещё вот так. Но я думаю, этого не надо делать. Здесь у нас всё. И бегом, бегом лапать. Где лапать? Положила и забыла. Всё. Ничего не нажимай, ничего не делай. Всё. Вот сейчас будет идеальная утюжка. Вот так утюжится пультом. Самый основной момент. Вот смотри, вот у нас остыл. Видишь он как? Нападает вот эти вот прям. Так, в общем, как единым целым становится. Видишь? И здесь. Смотри, какая красота. Нет, у нас всё хорошо. И теперь мы её вот сюда вот вниз. скидываем. Вниз, но с переходом. То есть где-то 5 сантиметров чистой от утюжки у тебя лежит. То есть вот это вот срежешь. И всё то же самое. Накладываем. Сейчас сразу срежу. Сейчас покажу. Вот. И он так. Он должен вот так вниз. Вниз падать. Кусок тряпки подойдет. Главное, чтобы это было что-то такое тоненькое. Но не марли. Марли вообще терпеть не могу. Она высыхает в доли секунды. Я не знаю, кто сказал, что надо на марли делать. Только вот такие тонкие, даже не хпшки, а батисты даже больше подходят. Это батист вообще. Поэтому я сейчас не ищу другой какой-то кусок ткани. Потому что он быстрее высыхает. Мне надо тут немного утюжить. Недолго. Поэтому батист здесь вообще идеально подходит. Я сейчас тут делаю тебе больше градусов, чтобы он быстрее напаривался и быстрее высыхал вот этот кусок батиста, который я намочила. Ни в коем случае не прижимаем. Только на весу. Только на весу. И бегом нашим ловтем. Вот я уже наконец-таки его распорола. И новую мою одежку пошью. Ты ж позоришь какой. Я так не снимала. Вот смотрите, видишь, мы сделали вот средний шоу. Сейчас я попробую по-другому выбить. Так смотрелось. Вот, видишь, он кусками такими ложится. Он цельно не спадает. Сейчас надо цельно проутюжить его. Вот до талии хотя бы, чтобы он цельно лежал. А так он кусками лежит хорошо. Утюжим мы всегда кусками. Вот, он даже вот так видно, видишь, он как вздыбленный такой. Мы сейчас его приведем в чувство. Это у нас как раз. Давай подлиннее просто берем. Такую прям тюшку. И цельно сейчас вот усюжим. Ну, тоже сильно переусердствую. Чувствуете, где у вас там ваш шовчик. Вот фактически я на весу. Все на весу делаю. Вот, чтобы на полтюжки тоже не было вот этих складок. Складки будут отражаться потом на самом изделии. Чтобы не было, но я вот так чуть сдвиную. Все. Практически до талии мы не дошли. И обязательно вот это движение вот такое вот до конца проутюживаю. Замыкаю в одну линию. Ай, сейчас будет сделано, который у нас нормальный. Может даже и не идти. Да, и вот так пускай полежит. Чуть-чуть, чуть-чуть. Сейчас оно должно быть очень хорошо. Чтобы оно досохло. Видите, вот легкий след остался. Легкий-легкий. Давайте его сразу уберем. Вот так. Только вот тут я не прижимаю утюгом. Я только одной стороной иду. И как-то заутюживаю его обратно. И здесь чуть-чуть. Ой, только у нас тут горячее. Останавливаю. Вот, сейчас мы поднимем и посмотрим. И теперь после такой утюжки у нас пальто должно в обязательном порядке только висеть. И только висеть. Но не должно. Не держать ничего. Все, по-моему, чуть-чуть обломает. Ну вот, уже получше. Ты знаешь, надо лучше, враг хорошего. Нормально. Нормально. Вот пускай и висит, и досыхает, и доформировывается. Вот. Все хорошо. Еще 10 сантиметров здесь обрезаем. Нормально. Хорошо. Значит, смотри. Эти ты все правильно сделала рельефом. И мы каждый по отдельности утюживали в разутюжку. Потому что у нас главный, основной, это вот этот вот момент. В принципе, его можно, наверное, обрезать. Потому что он потом будет все равно, наверное, вот так заворачиваться. Да? Ну, что его вот такой хвостик оставлять? Он все равно упадет. Потом будет как-то выбивать. Вот у нас есть надсечки по талии. Давай мы вот так по талии его и обрежем. Хотя он так красиво лежал. Да, это все мы отутюживали, оттягивали, как все в предыдущем видео. Вот. И потом мы все делаем как обычно. Дальше рельефы. До верха мы идем в разутюжку. Накладываем вот так. Хорошо намачиваем. И пропариваем. Так. Без пара. На весу. Высушиваем вот этот вот проутюжку. Вот эту вот. Естественно, ничего не давим. Только все на весу. И потом фиксируем лаптем. Где лаптем? Где-то тут. Вот там. Вот видишь, он как хорошо ложится. И чуть-чуть без нажатия. И вот так вот через грудь и до верха, до верха, до верха. Вот у нас раскрой подкладки рукава. Значит, вот здесь нам нужно добавить в реальном 1,3. 1,3 сантиметра. 1,3 сантиметра. Но мы хотим сделать чуть пошире, потому что бортовая ткань, а хоть чуть-чуть, ну, скажем так, рыхлая тянется. Ну, в кавычках тянется. А подкладка же вообще может просто разойтись, как минимум, в локте. Поэтому, чтобы легче подкроить, мы вот сюда добавляем 1,5 и еще 1,5 добавляем. На всякий случай. Но будет, возможно, очень много посадки на рукаве. Ну, хорошо. Смотри. И вот эти точки якобы являются у нас долевыми. И здесь, по всей длине и внизу, мойдены 3 с тобой разве увеличили? Света, а там мы добавляли 1,5 изначально, когда выкроили. Значит, кладем вот так вот. Это у нас якобы долеваем эти две точки. Становите параллельно к ромке. Здесь добавьте пока 4-5 сантиметров. Мы отрегулируем под этот рукав, потому что здесь еще надо будет делать коррекцию внизу. Ну, мы еще обрежем, а потом я покажу, как это правильно сделать. И из-за того, что мы выпускаем, у нас вот такое вот получается с низом в том числе. Поэтому мы сейчас вот это вот с тобой проводим, вот эту линию. Увеличиваем здесь на 1,5. Ну, даже вот давай так. Давай здесь на 2 вверху, а 1,5 внизу. И сейчас вот тут напишем новые эти записи. Это мы просто восстановили выкрепу самого рукава. А потом на якобы свободу я тебе даю еще где-то 1,5. Конечно, много будет, но на всякий случай вдруг ты там плотный свитер оденешь и привет. А здесь внизу максимум 0,5. Даже так таковой свободы не должно быть. Здесь 0,5, а здесь я 1,5 тебе дала. Чтобы точно на ней расходилась в швах. Так, мы зажимаем, обводим, наводим наш центр. Вот он, центр рукава. Только здесь, смотри, у нас тогда головка будет вот так сводиться. Вот эта линия. Мы увеличили аж на вот столько. И мы ее сводим вот так. Вот настолько увеличивается наша головка, нашего верхнего рукава. А только к нему мы добавляем припуск. Я просто пытаюсь сейчас где-то достать. Только чтобы она зажала. Чтобы я могла тебе спокойно вот эту вот выделить. Тут даже очень хорошо ложится вот эта сама линия. Но, на всякий случай, чтобы у нас тоже сейчас, ну, так как здесь вот так вот не выполнуло вот это вот все. Я тебе даю здесь припуск, давай, два сантиметра. А здесь побольше, даже три сантиметра, да. Вот так. И плавно сюда свожу на сантиметр. Вот так. Мы сострочим сначала передний шов, а потом посмотрим, как он выложится вот это. Чтобы у нас не было вот такого, как здесь. Да. Мы тоже сейчас будем сводить вот эту линию, срезать чуть-чуть. Потому что я, ну, так таковую коррекцию, я покажу там, почему так оно происходит. Так, здесь сантиметр, здесь вот по два сантиметра, здесь четыре, и здесь вот так вот плавненько мы сводим. Так, теперь эту то же самое, давай вот так-то я тоже класть, чтобы мы вот сюда могли добавлять столько, сколько нам надо. Да. Так, еще раз прорисовываем. Давай сейчас вот на пикус, раз мы решили на два сантиметра вот это сделать, а мы с тобой не потерялись. Вот так. То есть у нас здесь припуски всего по два сантиметра. Все, что мы тут отдали, это на свободу сгибания руки и всего остального. Вот. А теперь приставляем сюда вот этот вот рукав. Здесь у нас всегда сантиметровая линия. В общем-то и концы эти тоже можно запараллелить относительно. Края стола. Края стола. Здесь тридцать. Здесь тридцать. Все. Давай сейчас зажмем. Вот. Обводи и ту же самую логику вот тут простраиваю. Хорошо? Помогаем. Вот тут получается, что всего мы тут расширили на три с половиной сантиметра. То же самое сделаем здесь. Три с половиной. Только это надо будет потом написать, что подкладку мы делаем вот так-то. И только потом здесь вот эти самые два сантиметра. И тоже вот так подальше сведи вот эту вот линию. Видишь, она какая? Вот она практически. Но мы же так не можем отрезать. Я тебе рекомендую где-то вот так вот побольше этот кусок. Дальше сантиметра четыре-пять. А здесь тоже вместе. Давай вместе с припуском сразу промеряем. Затем на четыре. Чтобы это сразу конечную вот эту линию вывело. Тут с припуском и там с припуском. И расширение сделали. Просто почему такая ситуация получилась? Потому что мы немножечко покаялись. Поэтому мы расширяем и корректируем нашу всю вот эту вот выкрепку. Все вот здесь заводи. Доводи припуски и вырезаем. Хорошо? Здесь четыре внизу. Раскроили наш рукав. Очень хорошо, что поставила кресты с той и с этой стороны. А с той еще не поставила. Потому что она практически не видна. Где лицо, где изнанка. Вот они вот так вот выглядят. То есть они как прямоугольники сейчас выглядят. На самом деле к низу. Но даже практически не заужены. Но мы если что уберем там средний шов. Посмотрим по низу рукава. Тоже это все отснимем, покажем. Сейчас что делаем? Раскалываем все швы. И сшиваем по вот этому вот шву сначала. Переднее. Потом показываем, как выкладывается задний шв. Обязательно надсечка по центру рукава. Обязательно. Потому что это для нас плечо. Там что, меньше двух миллиметров у тебя что ли? Ну смотри. Потому что я потом не могу иногда твои надсечки найти. Делай их три миллиметра. Не один миллиметр, а три. Вот, отлично, отлично. Соединяем с вами вот эти точки. Вот эти. Мы же ровно на сантиметр сейчас с тобой делали эти самые припуски. Вот, вот так вот. Вот эти точки соединяем. Никакие не другие. Без никакой оттяжки мы не делаем по подкладке. Ни в коем случае. Никогда. И вот так до низа, до низа. Скрепляешь и идешь, сострачиваешь. Два с половиной миллиметра стежок и стянешь. Хорошо? И приутюжили, и заутюживаю, да, эти шовчики. Прямо по лицу подкладки. Ну, что подкладка это терпит. И иногда ее очень сложно с той стороны отутюжить. Вот мы ее сделали, этот шовчик. Можно и не мочить, но и так должна бы идея хорошо схватиться. Один и второй. Паузу нажимаем. Вот отутюженный. Мы вот так его складываем. И как он хочет ложиться, так мы его кладем. Все как обычно. Ничего в этой жизни не поменялось. Вот как лег, так и, видишь, как хорошо, что мы тут очень много добавили с тобой. Видишь, мы тут добавили порядка 6 сантиметров. Только в этот момент она пришла вот сюда, куда она была. Вот так выглядит наш рукав. Мы идем на 2 сантиметра. Сейчас с тобой сострачиваем. Хорошо, что добавили вот здесь. И потом вот этот кусочек мы потом досноровим. Я потом покажу, как это делать. Вот, давай теперь сострачиваем. Рукав мы сейчас его осноравливаем. Потом будем дублировать низы и присоединять подкладку. Но перед этим мы еще осноровку вверху сделаем. И здесь, вот смотри, очень хорошо ложится рукав как раз под нижнюю часть на самом-то деле. Но сзади чуть-чуть пониже, а спереди чуть-чуть повыше. То есть, вот так мы сейчас обрезаем, накладывая один рукав на второй рукав. Когда вы осноровку делаете низы рукава, вот эти два шва, они вот так и должны лежать параллельно. Раз мы вот так решили сделать, вот я сейчас его этот один переворачиваю на другую сторону, а этот вот так кладу. Но в обязательном порядке, вот я сейчас его так положу, соединяем вот здесь наши надсечки. Вот, вот наши надсечки. И у нас здесь тоже вот оно до идеальности. Здесь одинаковое количество выпало. И вот здесь одинаковое количество выпало в ткани. Здесь вообще все великолепно. Мы еще осноровку оката сделаем. Вот теперь мы его накалываем. Пожалуйста, никак не по-другому не обрезайте. Мы сейчас можем даже еще на всякий случай на тебя примерить этот рукав и посмотреть вот эту линию четко, она красивая ли она нам. И мы начинаем теперь обрезать все четыре слоя. Или там, например, один рукав, потом второй рукав, если вдруг там нет возможности сразу врезать все четыре слоя. Хорошо, все. Вот. Сейчас мы на тебя примерим. Ну, я думаю, что все очень хорошо, потому что вот, как он ложится, вот, видишь, он с таким, вот, если как будто бы центр здесь делать, видишь, здесь чуть повыше, здесь чуть пониже. Он так и должен быть, потому что вот нижняя рука у нас тут вообще никакой погрешности с ним практически не произошло. Давай мы сейчас на тебя примерим и дальше будем заниматься. Сейчас будем осноравливать наш вот этот вот пройму рукава. Я думаю, что, давай сейчас посмотрим, наметим вот так. Чуть-чуть, да. Не будет ли тут какой-то погрешности? Нет. Просто иногда бывает, что когда мы выпускаем, здесь надо вот эту вот линию, вот так вот, как будто буду наращивать, а здесь сострачивать на 1-2 миллиметра. Ну, здесь хорошая линия, здесь нам ничего не надо добавлять. Единственное, я смотрю, что какой-то у нас окат рукава остренький. Я бы чуть-чуть, вот тут буквально вот такие вот миллиметрики бы подсняла. Ну, меньше чуть-чуть. Просто, чтобы он был более кругленький, чем квадратненький. Да, вот чуть-чуть. В общем-то, здесь можно, данные изменения можно делать отдельно на каждом рукаве. Я думаю, что не обязательно здесь их скалывать. Чуть-чуть здесь. Чуть-чуть здесь. Но все эти манипуляции мы делаем благодаря тому, что у нас стяжка есть на рукаве. Не было бы этой стяжки, у нас бы уже, наш рукав растянулся просто до неимоверных размеров. Здесь вы видите обметка, потому что здесь на 0,7 получилось второй шов. Мы выпускали, мы поправились, поэтому выпускали здесь на максимум. Обработали здесь оверлоком, потому что он мог со временем посыпаться, этот шов. Ну, чтобы наше пальто жило долго и счастливо вместе с нами, то мы его по возможности везде, где могли, предохранили. Вот так. И сейчас можно вот так вот прокручивать его. Должна быть очень хорошая, плавная линия везде. А все остальные нюансы я уже покажу при вметывании. Вот сейчас вот так я его переверну, чтобы... Здесь все хорошо. Все остальное уже при вметывании и втачивании рукава. Дальше буду показывать. То же самое делаем со вторым. И вот мы увидели, что, оказывается, даже мы разрезали, присоединяли вместе. У нас, кажется, такая разница с другой стороны рукава. А это четко. Давай мы сейчас еще раз его положим и просмотрим. Потому что мы-то одинаковые припуски везде делали. Все везде одинаково. Давай еще раз мы можем и посмотрим. Потому что, в принципе, у нас есть возможность здесь вот эти вот полсантиметра еще обрезать. Устанавливаем здесь надсечку с надсечкой. И смотрим, потому что вот... Может, он как-то так... Нет, все ровненько. Все хорошо. Давай обрежем. Потому что мы смотрели. В общем-то, можно еще где-то сантиметрик снять. И длина у нас сейчас нашего рукава вот так, по костяшкам. Это длина верхней одежды. Вот она. Вот так. На зиму, на восемь. Да-да-да. Уже когда загнутый припус, туда по костяшкам чаще всего делается. Ну, если уж кому-то там не совсем подходит, делайте так, как вам нравится. Но все-таки рекомендованная длина вот так должна быть. Сейчас мы вот так опять же скалываем. И линейкой проводим вот так. Да? Мы же параллельно должны провести низу. Потому что, в общем-то, у нас даже чуть-чуть ниже костяшек было. Когда мы загибали вот этот вот припуск 4-х сантиметровый. Только когда вы обрезаете, вы припуск кладете к себе и держите за этот припуск. Ой, всем сложно. Сейчас буду в один слугу по отдельности каждый обрезать. Что-то очень маленький припуск. Очень сложно. Что-то, по-моему, тоже тут можно чуть-чуть обрезать. Я предпочитаю здесь, чтобы везде прямая линия была. Не было прогибов даже посередине. Ну и вторую так же самую дорезаем. Теперь все великолепно. Вот. И сейчас мы подкраиваем дублерин в обязательном порядке. Но лучше дублерин, чем лизерин. Дублерин. И будем сейчас с изнаночной стороны ровно 4-х сантиметровые полосочки дублировать. Сейчас покажем, как это все будет. Начинаем дублировать так. Кладем под низ лапоть. И под припуск кладем намоченный дублерин. Чтобы он лучше взялся. И если вдруг он будет давать усадку, то он вам даст сразу усадку. И вот так вот дублируем. С давлением. Но ни в коем случае не дальше самого вот этого вот белого кусочка. Не дальше дублерина. Потому что бывает ворс очень сильно приминается. Это опасные вещи. То есть вот так вот, да? И дублируем. Так вот. Присоединяем. Досушиваем. Вот так вот. Только на лаптену вот такую. Как его сделать, есть на канале. Смотрите более раннее видео. Так, да. Вот. А теперь начинаем дальше. Вот сейчас я остужу, чтобы он остыло. Чуть-чуть. И начинаем проворачивать дальше. Вот. Этот припуск вообще-то вот сюда должен быть заутюженный. А он у тебя в другую сторону заутюженный? Ну ладно, уже куда заутюжили. То есть ровненько положить, чтобы он там был без складочек, без напусков. Без ничего. Вот так ровненько. И дублируем дальше. Переходим этот шовчик. Ну ни в коем случае не дальше. Ни в коем случае. Вот этот вот дублерин. Он фиксирует вниз рукава. И он же совершенно по-другому смотрится. Обязательно дублируйте вот так. Низы рукавов. Пальто, жакетов, плащей, пиджаков. То есть будут очень хорошие результаты. Мы что-то в отделочной строчке никакие не делаем. Тут даже практически у него даже и не подшивается. Вот этот вот припуск, который таким образом дублируется, он очень хорошо форму держит. И изделие совершенно же по-другому смотрится. Если у вас дублерин не выкладывается в такую ровную полоску, то тогда его обрезайте. Сейчас мы переходы, я сейчас покажу, как делать переход. Сейчас вот это все дублируем. И вот так вот сейчас придем плавно-плавно-плавно. Ну, в общем-то, мы вот и пришли. Оказалось, нам что не хватало. Но мы все равно сейчас вот этот вот припуск зафиксируем. Видишь, я под туда иду. Вот так вот на пару миллиметриков. А теперь берем вот эти кусочки, которые мы тут с тобой заготовили. кусочечки. Мы сейчас вот так вот маскиваем. Это же четыре? Или ты вот так четыре делала? Как у тебя четыре? Вот так. Только клеем вниз. Да, и вот так вот фиксируем. Ну, где-то так можно там чуть-чуть срезать совсем. Лучше его вот так вот зафиксировать. Иначе он будет торчать, топорщиться. Мы должны перейти. И каждый шовчик вот так как будто бы как закрываем. Ну, на пару сантиметров было бы длиннее. Мы бы даже не на пару, а на три. Ну, так получилось. Сейчас вырезаем. Можно и так. Желательно здесь, конечно, дублерин выбирать в цвет. Темная ткань, значит, темный дублерин. Светлая, значит, светлый. Это у нас тут нет с тобой еще шлицы в рукаве. И всего остального. Там другая вот обработка немножечко. Ну, тоже про образы же этот же. Вот, все. Наш рукав готов. Сейчас он остынет. И потом тебе нужно будет с лицевой стороны наметить ровно на 4 сантиметра полосу, по которой мы будем сгибать. А мы ее намечаем, переворачивая на лицо. И вот так. Ну, давай сейчас наделаем второй рукав. И я покажу еще раз, как это сделать. Все. Вот один рукав мы уже наметили. Линию низа. И второй давай намечаем вот так ровно на 4 сантиметра. Вот именно когда вот он вот так вот лежит. 4. И сводим вот эту линию вот так. То есть у вас вот эти вот швы должны на одинаковом расстоянии от вот этих вот сгибов лежать. Отдельно переворачиваем. То же самое делаем с этой стороны. Сводим. Проходим. По идее, должно все идеально совпасть. Все. А теперь берем нашу вот эту вот подкладку. Мы осознанно ее сделали чуть-чуть больше. Вот в этом месте. В ширине. А от под плеча у нас с тобой идет. Чтобы. Потому что эта ткань еще может подрастянуться. Если на теплый свитер, например, надеваешь. А эта ткань никогда не разойдется, будет, ну, не растянется и будет расходиться в швах. Поэтому мы сделали шире вот здесь. Мы просто попадаем на припосадку. На большую припосадку. Вот. И здесь внизу тоже чуть-чуть больше. Но на самом деле здесь не должно быть больше. Ну, раз ты не хочешь убирать. Вот тогда оставим, припосадим. Сейчас покажем вдруг. У вас такая же ситуация будет. Так. И вот эту сейчас я часть обрезаю. Вот эту вот лишнюю часть внизу подкладки. И мы накалываем рукав. И четко его осноравливаем сверху. То есть вот эта часть у нас вот так лежит. Да. И потом осноравим вверх. Да, здесь у нас там больше припусков. Четко мы его подкраиваем. А потом внизу я здесь тебе просто сниму 2 см подкладки длины. И мы сразу обтачиваем рукав. И у нас идеально ложится. Вот только при этом раскладе у вас вот здесь он не будет выбегать. И вам не надо будет париться по поводу всего остального в дальнейшем. То есть мы сейчас берем и подготавливаем рукав к втачиванию в пальто. Ну, в пройму пальто. И все. То есть тут будет замечательно очень. Все и хорошо. Так, вот это мы вот так делаем. А потом мы с тобой, нам же его нужно правильно, зеркально положить. То есть это не этот рукав сюда. Да. Он должен лицом к лицу быть. Да. То есть это изнанка была. И теперь мы берем вторую нашу подкладку. По первой осноравливаем. У нас же тоже она крылась одинаково. Все это мы сняли. Сейчас покажу, что дальше делаем. И теперь выворачиваем на изнанку наш рукавчик. И надеваем его вот сюда. Правильно же я его вставляю? Правильно. Сейчас покажу. Тоже так же по шовчикам. Да. Вот. Видишь? Нижний рукав, подкладка. Верхний рукав, подкладка. И вот здесь сейчас мне наколи его по кругу. Единственное, мы сейчас не будем его притачивать. Но надо верхнюю часть осноравить, потому что мы там очень много где перестраховывались. Ну, можешь вот так вот параллельно внизу его заколоть. Чтобы вот эти вот припуски одинаковые были сейчас на данный момент. Хорошо. Вот так вот. И дальше мы продолжим сейчас параллельно. Сейчас осноравим вверх. Вот. И теперь вот он лежит вот так. Здесь тоже нужно вот этих вот припусков положить. И сейчас мы накалываем металлельно с носком, соединяя нижнюю верхнюю ткань здесь, нижнюю верхнюю ткань здесь. Так? И теперь сдвиг делаем. И с той стороны. И сейчас все лишнее будем срезать. Теперь нам нужно срезать вровень с основной тканью. Тут мне чуть-чуть видно. Вот. Или каким-то образом вывернуть там, например. Или давай вот отсюда. А потом наметим, где будет центр рукава. Посмотрите очень внимательно, чтобы она сейчас где-то может очень неправильно лечь. Чем больше у вас будет наколок, вот таких булавковых, тем лучше будет. Потому что можно его сейчас просто взять, окат и заузить. Просто он у нас не точный изначально. Потому что мы расширяли наш рукав. А он должен быть точный. Просто вот у нас тут такая ситуация, что еще раз не проговариваю почему. Потому что мы чуть поправились, и нам надо было здесь увеличивать все. А так, такая ситуация вообще не должна произойти. Мы изначально все там ровненько подкроили. И все. Но я думаю, в большем случае будет та ситуация, что мы будем с периодичностью поправляться. Вот, поэтому это может быть более такой рабочий вариант. Насколько я здесь смогу, вот так, вот, видишь, подхожу и оснаравлю. Вот, фактически идеально. И сейчас вот эту часть. Посмотрите, здесь сначала хорошо наколите, а только потом будете вот это все срезать. Все, вот наш рукав готов. Но тот идентичный. И чтобы дальше у нас проблем никаких не было, мы его сейчас откалываем. Сдвигаем. Обрезаем вот там длину на 2 сантиметра. И обтачиваем. Потому что я его не здесь потом оснаравливаю, а стараюсь его внизу. Потому что мне надо здесь чаще всего, чтобы было точно и четко. Сейчас сдвинем вот эту вот подкладку. Вот так. Ну, чтобы дополнительно должен ничего не делать. Сдвигаем опять же вот эти вот рельефики. Вот так вот. И ровно вот на 2 сантиметра отрезаем. Почему вот на 2? Потому что 4 припуска. Вы в половину припуска. Будет у вас 5 сантиметров припуск. Я не рекомендую это делать. Тогда будете делать на 2 с половиной. Вот у нас 4, значит 2. И тогда у вас подкладка никогда не будет ни выпадать. Ничего. Дальнейшую коррекцию вы уже вообще никогда не будете делать. Вот. В принципе, мы можем сейчас с тобой вот этот рукав. Вот вкладываем в подкладку и четко его оснаравливаем. Или подкладку в подкладку и по подкладке оснаравливать. Либо вот эту подкладку одевать на этот рукав и делать ту же самую манипуляцию. Смотри, как тебе удобнее, комфортнее. Давай мы оденем на рукав. И ты еще раз это проделаешь, потому что вот я бы уже вот эту подкладку отсюда уже бы не снимала. Потому что она очень хорошо уже лежит. Я сейчас ее вот так накалываю. И мы смело с тобой идем сострачивать на машинке ровно на 1 сантиметр по кругу. Обязательно здесь совмещаем вот эти швы. Обязательно, обязательно. Ровно на сантиметр, где-то 2,5 миллиметра стежок по кругу сострачиваем. И сейчас мы потом присоединим припуски. И наш рукав готов к вметыванию и втачиванию в нашу пройму. Чтобы припусадить то, что у нас вот тут сейчас выпадает, вот эту вот часть, мы будем строчить с тобой по вот этой стороне. То есть подкладка у нас внизу. Я думаю, что оно сейчас очень даже быстро все припусадится. Сейчас, видишь, туда-сюда его разгоняю. Можно было, конечно, и швы там смещать. Но я не рекомендую вам швы смещать. Рейка, когда машинка строчит... Чего у тебя тут не пропустили? Когда вы ставите рейку внизу, а здесь машинка у вас по этой стороне строчит, она автоматом вот это вот все припусадит. В крайнем случае, если не припусадит, будем делать коррекцию при пассаже. Либо можно было поступить просто проще. Взять и ушить шов. Все. Теперь то же самое делаем с той стороны. Это можно уже сострачивать. Давай. Так. Вот ты шила-шила. Скривилась иголка. И не туда, и не сюда. Вообще никак. Что мы делаем? Во-первых, мы освобождаем нашу иголку здесь, чтобы она, если что, могла вытащиться. Откручиваем. Потом вот эту часть открываем. Убираем наш шпуль. По возможности. И вообще шпульный вытаскиваем. Отгибаем вот эти две штучки. У нас уже, по-моему, где-то было. Видно это? Такая же ситуация произошла. Что она там зацепилась. О! Выдала? Все. Мы вышли, и даже, по-моему, наша иголка даже и не погнулась. Сейчас посмотрим, будем мы ее дальше с нею шить или не будем. Тут же у нас есть обрезка, если рядышком нет. Смотрим. Смотрим. Так, вроде ничего. А вот так, вбок. Микро закус есть. Вот так. Давай мы поставим новую. Не будем париться. Проверяем, чтобы там ниточек, ничего не осталось лишнего. Ну, и переставляем иголку. И дальше начинаем шить. Теперь мы начинаем наш рукав на металле, четко по сгибу, да, который мы намечали. И сейчас будем его приутюживать. Вот так. Ой, что я делаю? Кладем вот этот вот кусочек ткани. Его мочим. Вот так вот. И до начала вот там подкладки. В никаком случае не дальше. И больше работаем, как пара. Чуть-чуть носиком заходим. И вот так по кругу приутюживаем. Не давите сильно. Это достаточно. Вот будет давление, которое вот сейчас. Вот, видишь? Все. И давай чуть-чуть подостыть. И потом вот так вот, в круговую. Никак не по-другому. Сильно не приутюживая вот эти вот швы. Давай мы, наверное, сначала будем мочить вот эту вот проутюжку. А потом туда по пути. Ставить. Чтобы и припуски не пробились, и все остальное. Вот чуть-чуть. Тут нам же надо больше с паром работать, да? Видишь? Здесь потом в конце, когда уже полностью все изделие доделаем, будем вот здесь убирать вот эти вот следы от наметки. Но это уже будет потом. Пока не сейчас. Вот. Так вот перемещаешь. И вот по таким кусочкам утюжишь. Вот. И вот туда. Вот смотри, как он хорошо уже тут. Тут еще не утюжили. Вот здесь утюжили. По кругу, по кругу, по кругу кусочек вот так мочим. И туда. И парим. Больше работаем с паром. Давай. Обращаю внимание, что смотрите, при такой обработке утюжки, смотри, вот этот припуск, который вот здесь внутри, он вообще ни разу нигде не пробился, ничего нет. Когда вы дублируете сначала припуск, а потом заутюживаете все остальное. Все хорошо. Теперь мы залазим туда. Смотри, аккуратно, чтобы не растянуть вот эту часть. Либо стяжку там можно сделать дополнительно. Выворачиваем наш рукав. И вот у нас вот такой. Вы можете даже себя еще раз как будто бы как перепроверять. Длинная часть, видишь, как идет. Вот, возьми в общий вид, видишь, что это передний шов рукава с передним швом рукава. Да? Совпадающие тут все припуски и все остальное. Так, что мы теперь делаем? Мы его вот так вот выкладываем, если надо. Вот так, чтобы пальцем сюда залезть. Вот так вот. Берем нашу двойную иголку с ниткой. По-возу ставим. В данном случае здесь делаем узелок. Да? Вот так подлазим. И с двух сторон внизу рукава будем пришивать вот этот припуск к припуску. В общем-то, больше нам даже холостого хода даже никакого не надо. Это, как я однажды показывала, укорачивание рукавов на куртке. Только там другая история. Я там описываю по-другому это все. А вот правильная технологически вот эта вот вся обработка, она идет вот так. Вот так берем и за припуск вот так присоединяем. Такими вот движениями. Был бы тут побольше припуск, но подольше, почаще бы делали. Вот только к припускам. И все. Этого предостаточно. Здесь просто нестандартно маленький припуск у нас получился. И пропускаем там где-то внутри ткани. Я же никогда не обрезаю, видишь? Под корень. Пропустили и только после этого обрезали. А теперь передний шов рукава. Вот смотри, обрати внимание. Видишь? Он как начинает сыпаться чуть-чуть. А если бы мы этот не обметали, у нас бы тут еще хуже была бы ситуация. Нам пришлось бы потом застрачивать. То есть, всегда предвосхищайте какие-то события и продумывайте их. То есть, у нас не должно было здесь быть оверлока, но нам тут он крайне важен. Вот и здесь вот. Припуск на припуск. Даже если вот как вот здесь он чуть-чуть сместился на миллиметр, не надо его двигать четко. Вот оно по наметке, вот именно эта часть, сейчас хорошо четко лежит. Значит, вот как лежит, так мы и присоединяем. Старайтесь не додвигать. Значит, не надо додвигать. Так. И присоединяем. Припуск к припуску. Естественно, не насквозь. Если что, себя там перепроверяйте. То же самое мы делаем с тобой со вторым рукавом. На всякий случай там перепроверяю, чтобы он там. Вдруг я не захватила даже миллиметрик. На всю жизнь и рукава и пальто этого предостаточно. Если хотите, можете внутри ткани там протащить. Протащить. Можете по тканью там. Проходите, туда и девайте. Но чтобы не было видов с лица. Все. Опять же, выворачиваем. Сейчас ты второй рукав подошьешь. И мы покажем, как они будут висеть и ждать своего часа, когда мы будем присоединять наш рукав к кроме нашего пальто. Вот так вот выправляем его. Протрушиваем. Чтобы он не помялся. Потому что мы уже можем-то, конечно, подлезть, какую-то утюжку сделать. Но на это уже не обращаем внимания. Потому что здесь четко все выверено. Потому что эта подкладка нижняя, она потом сдвинется на 2 см вот так вот вниз. Вот так вот. И она никогда не будет выпадать. Но зато здесь она четко вровень идет. Вот видишь, на 2 см. Здесь четко вровень. Вот. Если будете делать так, как я показываю, будет все замечательно. Вот. Теперь давай подшиваем. Второе. Видишь? При подшивке ничего тоже опять же не видно. И наш припуск не покосился. То есть внимательно слушайте, что я проговариваю, когда вот объясняю, как делать. Вот мы взяли наши рукава обработанные. Вот так вместе складываем вот эти все срезики. Уравниваем вот эти вот все шовчики. Вот. И желательно вот где-то в районе припуска на 2 см вот так приколоть. Булавку обязательно с набалдашником каким-нибудь кругленьким, чтобы она не слетела. Сами рукава не съехали, да. И на что-то вот такое вот. Вот в данном моменте у нас очень хорошая картонка, на которую я вот так вот ее приставлю. И они все время должны у вас висеть вниз головой. Это может быть там какой-то диван, часть спинки дивана, или стул, или куда хотите. Но они должны до момента втачивания, вметывания в пройму висеть только так. Никак не по-другому. И вот пускай себе и висит так давай. Это наш воротник нижний, да, со швом средним. А верхний будет без среднего шва. И давайте подумаем, как у нас должен быть наш ворс. Ворс должен идти вниз, да, вот к этой части закругленной. Потому что вы же будете перед личностью вот так гладить, или вас тут будет гладить, или еще, или будете чистить пальто. То есть, чтобы ворс не получился вверх. Будут катышки, может разнотенок быть иногда. Да, то есть ворс там вниз. Давай мы сразу же так и отметим. Ворс должен идти вот сюда вниз. Значит, вот мы взяли вот этот дублерин, прямоугольник вот такой. И мы можем его сейчас здесь продублировать. Видите, вот у нас осталась еще предыдущая наметка, куда у нас тут ворс смотрит. Да. И потом, когда мы будем прикладывать нашу модель, то вот, видишь, вот ворсом вниз. Да. Значит, сейчас пока идем дублировать. Но сначала от ее на мочи. И потом в намоченном состоянии. Мы будем дублировать, но не вот так, а в два слоя будем складывать ткань. Потому что я настоятельно здесь рекомендую все-таки дублировать всегда ткань на ткани. Особенно с ворсом. Потому что она часто сбивается. Ну, при плюс... Ну, короче, сминается и всякая-всякая-всякая дребедень происходит. Да. И мы вот так вот будем сейчас дублировать. Одну сторону с переходом. Сначала намочи и пойдем на утюг. Что я имею в виду, когда говорю намочим? То есть мы намочили и отжали полностью, чтобы не капало ничего. Вот. Положили лицом к лицу. Сейчас ты уже здесь продублировала. Да. А теперь мы его вот так сдвигаем. Но тоже дублируем все на ткань на ткань. Естественно, все это лишнее убираем, разравниваем. Потому что по-другому у вас здесь будет что-то будет больше. Или дублерина будет больше, или ткани будет больше, если вы на сгиб будете ложить и дублировать. А если вот так, как вот сейчас мы с тобой делаем, здесь будет все замечательно. Естественно, может быть чуть-чуть с легким давлением. Здесь главное доклейте, чтобы он точно приклеился. Без пара, естественно. И сейчас дальше чуть-чуть остывает. А теперь мы спокойно вот так обратно передвигаем. И спокойно дальше тежим. Видишь, он сбегает, как-то там еще что-то там происходит. Но, по крайней мере, здесь уже никакой погрешности у нас с тобой нет. Все, и дальше дублируем. Главное, чтобы ткань на ткани лежала. Перед тем, как вырезать, давайте, намечайте, обязательно ворс вырежете, потом вы найдете, будете долго ногтем туда-сюда дело все ковырять, чтобы найти. Обязательно вот относительно вот этой линии вот сюда вот так вот делать. И теперь вырезаем и будем накладывать на воротник. У нас здесь ворс вниз-сюда. Ворс вниз-сюда. Все правильно. Тогда мы вот так устаканиваем его. Посерединке кладем. Я сейчас вам покажу, как попроще прострочить и не делать там многих моментов, те, которые мы делали, когда обрабатывали верхнюю одежду, когда я училась еще в училище. Мы там изгалялись, конечно, но я так потом поняла, что не обязательно это все делать. У нас должно быть больше при посадке по верхнему воротнику, а не по нижнему. Достаточно просто. Сейчас я скреплю вот здесь и покажу, о чем я там говорю. Вот тут скрепляю и вот здесь скрепляю. чтобы оно там никуда не делось. Вот здесь обязательно мне нужно вот такое примерно количество ткани. Вот эту сейчас мы часть даже после прострочки не будем вырезать. Я потом вам покажу, зачем. Не вырезаем. Обязательно прямоугольник. А здесь теперь мы начинаем вот так. Просто вот так вот. Когда вы вкалываете вот так, мы автоматом с вами нижнюю припосаживаем, а верхнюю надвигаем. То есть ту припосаживаем, а эту вот так. То есть мы уже где-то пару миллиметров, но обязательно именно вот так вот накалываете. В трех местах, чтобы оно не подвигалось. Не надо вот так ровно и потом. Не надо. Нет, достаточно вот этого. Вот так. Я думаю, этого предостаточно. Это будет достаточное количество посадки. Просто как обычно делаем. По кругу, по кругу. И сейчас будем строчить с тобой ровно на сантиметрик, потому что у нас все выверено. Видишь, что уже пошла и припосадка. Этого предостаточно. Где-то через каждый там 2-3 сантиметра булавка. Строчим мы ровно на сантиметрах. Здесь тоже делаем очень плавную, красивую линию. Вот здесь мне немножко не нравится. Она очень острая здесь линия. Мы здесь потом вот так вот подснимем. Сейчас да наколем дальше. Потом вот здесь. Тут должен быть прообраз прямого угла. Не-не-не. Но мы должны осноровить перед тем, как мы вот этим будем заниматься. Здесь так такового особенно прямого угла не очень видно. Давай сейчас наколем. И с тобой сделаем. Вот так в трех местах хотя бы, чтобы оно не подвигалось. Вот это вот все. Оно-то прилипло друг к дружке. Ворс-то сейчас-то прилип. Ну, теперь вот тут вот по кругу накалываем. Просто переворачиваем и накалываем. Так же проще будет. Вот, потому что мне же нужно было вам показать. Так. И давай. Чика-чика-чика. Вот теперь мы откололи булавки. И надо сделать легкую коррекцию, чтобы плавные-плавные линии. Можно по ней же и пройтись. 4 мм стежок. Или 2,5. И вот так вот. Вот тут чуть-чуть коррекция легкая, потому что такая линия. Вот здесь попрямее можно там мылком провести потоньше. И вот здесь чуть-чуть. То есть должны быть все очень хорошие, плавные, красивые линии. Давай мы сейчас это скорректируем и дальше пойдем. Да. И вот здесь вот эту же коррекцию, о которой я тебе говорила. Давай сделаем сразу. На самом деле почти так и просилась. Плавно сводим. Здесь чуть-чуть видишь, она прям как зазубрена такая. Как будто вот мы все очень правильно делали с тобой. Все. Теперь давай корректируем и дальше пойдем. Вот мы обработали. Вот смотрите, он сейчас лежит на столе. Видите, он поднимается в сторону зада. Вот тут даже можно увидеть. Он приподнимается. Видишь? Вот так и должно быть. Извините, что, конечно, стол у нас тут заклеенный. Вот. Но тем не менее, вот, видишь, так и должно быть. Я потом в конце покажу, как меня изначально учили, и как я его, этот процесс немножко модифицировала. А теперь смотри, можно на 0,7 оставить вот этот общий край, а можно его оставить на сантиметр, а вот эту вот обязательно наполовинку срезаем на 0,5. Вот так, круговую. Когда вот эти края будут вот так высечены, будет легче выметывать. Что остальное делать? Да, здесь надо будет чуть-чуть поменьше, потому что вот этот круглый край все-таки он не очень любит выкладываться. Вот тут одна деталь относительно другой, разница должна быть минимум 2-3 миллиметра. Просто я вот сантиметровый припуск на 0,7 сейчас срезала. И это только в районе вот этих вот закруглений можно так сделать. А одну деталь мы все равно делаем меньше. Однозначно. Это просто вот здесь можно ставить. Чем там, смотрите, по ткани. Ты знаешь, наверное, по кругу. Все-таки нижнюю на 0,7, а эту даже меньше, чем на 0,5 в итоге. Вот так вот ставишь, ты ножницы. Вот так вот срезаешь по кругу. Для лучшего выкладывания. У нас же будет чистый край. У нас же не будет здесь отделочных строчек. Ну и все. А вот эту часть буквально там парочку миллиметриков тоже срезаешь. Вот здесь вот так вот. Чуть-чуть, чтобы она везде одинаковая. Все. Давай дальше сама. Дальше потом покажем, что дальше. Теперь вот мы после высечения берем, вот так вот, выворачиваем и выметываем со стороны изнаночной ткани. Второй, нижней ткани. Где у нас шов, это у нас нижний воротник. Начинаем вот с этого момента. Увлажняем там пальцы, если надо. Вот. А тут сейчас будем работать вот с таким вот прокатывающим движением, да. Оголяя вот эту вот строчку в какой-то степени. Но с перекантом в один миллиметр. Не вот так, проском, где ровно с одной и с другой. А с перекантом на нижний воротник в один миллиметр. Вот так. Для этого лучше взять наперсток. Если без наперстка, просто, конечно, совсем сложно будет работать. У нас, хотя и не очень толстая ткань, видишь, и начинаем вот так вот фиксировать. Выметываем только косыми стежками. Вот так вот. Берем. Закрепочку мы сделали, да. Увлажняем пальцы. Прокатываем. Вот так вот на один миллиметрик. Вкалываем, выкалываем. Опять же, где-то на 0,5 от срезов не... Вот сюда не надо выкалывать. Будет очень такая кривая линия выметки. А так будет очень остро. Оттягиваешь чуть-чуть. И опять. Прокатываем. Здесь все будет зависеть от изначальной ровной строчки, которую мы дали. Обязательно на среднем шве, где у нас есть средний шов воротника, несколько раз на одном месте, чтобы зафиксировать эту линию. Мы сейчас выметаем, приутюжим, потом я дальше покажу, что с ним делать, да. И вот так. С одной и с другой стороны. Тут еще есть одна манипуляция, которую можно делать в пальтовой ткани. Ну, я думаю, что здесь нам это не обязательно делать. Я бы это делала в более плотной пальтовой ткани. Вот так разочаровывается. Ну, это в более плотной. Я здесь не вижу смысла. Мы хорошо здесь с тобой выработали шов. А он еще лучше ложится, этот шов. Это вообще секрет. Вот. И вы с сукном будете работать, еще чем-то. Тут можно делать и перестрочку по нижнему краю. Перестрачивать, например, вот эти вот все припуски, вот так вот. Можно было бы сделать. Хочешь, можем сделать. Понятно. Ну, она так хорошо будет лежать. Тогда, если для перестрочки, то тут надо чуть-чуть больше... Ну, в принципе, чуть-чуть больше вот этот припуск. Не 0,5, а 0,6, а этот сантиметр тогда оставлять. Чтобы он захватился, чтобы он не вот так вот вышел. Вот так. Отделочная строчка по перестрочке. Так, как нам лучше сделать? Сделать или не сделать? Да, я думаю, что можно не делать в чистый край. Ну, так хорошо здесь. Вот она очень хорошо подается в выметке и всему остальному. Была бы какая-то такая более тугая ткань, обязательно бы делали перестрочку в чистый край. Да? Перед этим опять намочила пальцы. и начинаю вот так прокатывать. Здесь должны быть просто идеальные вот эти окаты у тебя. Ну, ты же уже это все умеешь делать. Так. У тебя уже супер опыт. Как девочки сегодня сказали, ты уже ветеран кроя шитья. Так, давай дальше. Так, значит, что? Единственный минус, все-таки надо было не вот сюда выметывать, а вот даже под припуск. Ему просто легче вот так выкантывать. Он лучше ложится. Вот смотри, вот где я делала, видишь, я на 0,5 не доходила, а ты идешь дальше. И он хуже выметывает, хуже зажимает. Лучше вот на 0,5 не доходить. Даже можно даже еще больше не доходить. То есть, тогда еще лучше этот шов выложится. Вот. Ну, тем не менее, тоже все замечательно и хорошо. Что мы дальше делаем? Мы берем нашу проутюжку и чуть-чуть мы сейчас припарим. Чуть-чуть. Вот эту вот поменьше. Вот. Ни в коем случае мы не утюжим, ставя утюг на ткань. Ни в коем случае на лицо пальтовой ткани ни в коем случае увижу, буду бить. И снится очень долго, в кошмарных снах. Это самое. Мочим кваш. Вот. Этот намочит. Мне надо посильнее. Сейчас, сейчас пускай. Намачиваем, да? Сильно не сбиваем. И вот так вот мне надо намочить саму вот эту вот проутюжку. Вот в этих вот местах. По крайней мере, вот в воротнике ни в коем случае это делать нельзя. Да, распрямили. Без вот такого вот движения, без прижимного движения. То есть чуть-чуть. Мне надо пропарить, чтобы схватилась форма, чтобы мы потом могли снять эту выметку, когда нам надо. А в самом конце, когда будет окончательная утюжка изделия, мы поубираем вот эти следы от выметки. Потому что сейчас сильно прижаришь, будет крайне сложно убирать следы от выметки. Вот здесь вот чуть-чуть. Слышите, пар чуть-чуть. Дождите. Как припаривался? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот главное, чтобы схватилась форма. Все. Даже можно было больше намочить. И сейчас просто нас прервали звонком. Я вот эта часть уже остыла. Смотри, что я сейчас сделаю. Чуть-чуть намачиваю. Вот. Мы ее разогрели чуть-чуть. А теперь что мы делаем? Делаем бегом, пока оно горячее. Бегом-бегом. Вот такое вот движение. Смотри. И заворачиваем наш вот этот вот воротник. Тогда у вас всегда идеально будут сидеть любые воротники. И лацканы в том числе. Если вы горяченьким, вот так его выложите. И пускай вот так остывает. Вот. Еще лучше все будет лежать. Вот пускай так. Если он как-то туда хочет убежать, то вы его придерживаете. Вот он сейчас остынет. И форма эта зафиксируется. Но он так, конечно, не будет торчать. Но, по крайней мере, он не будет выворачиваться на лицо. Как это неправильно делать. То же самое мы делаем с тобой вот с этой стороны. Просто не успела. Припарили. Чуть-чуть. Чуть-чуть припарили. Долго не держим на утюгле. И бегом. Я доформировываю твою линию. И бегом вот так вот заворачиваем. Вот оно остывает сейчас. И потом мы с тобой дальше будем делать. Вот. Все хорошо лежит. Теперь смотри, какое движение делаю. Я имитирую. Я специально вот здесь прижимаю, чтобы оно там не слетало. Имитирую перегиб воротника. Вот. Он же так у нас будет вот тут вот сзади на ростке себя вести. И вот так вот зажимаю параллельно низу булавкой. И не отпускаю. И смотри, он же где-то вот так у нас будет лежать. Ну, можно даже вот такое вот движение делать. Пускай даже так. Мы сейчас его перепроверим. И вот так вот накалываешь. Ну, вот этого движения здесь предостаточно. Мы сейчас получаем нужные нам миллиметры на лежание воротника. Если есть возможность, можно почаще накалывать. Потому что мы сейчас лишнее все с тобой срежем. Не отпускаем. Видишь? И теперь сравниваем одну сторону и другую сторону. Видишь? Если вы это не закладываете, он у вас не будет хорошо лежать. Или будет за счет вот этого переканта, который мы сейчас сделали, будет выворачиваться туда. То есть он где-то все равно дозаберет вот эти вот миллиметры на объем. Видишь? А когда я вот так ложу, он очень хорошо ложится. Видишь? Здесь ничего лишнего. Вот когда он перегибается, даже вот так можно прочувствовать. Вот, вот, когда момент идет перегиба, здесь ничего не чувствуется. Нет никакой слабины. Вот я пытаюсь сейчас ее найти. Нет ее нигде там. То же самое делаем с другой стороны. Вот такой вот пузыречек. Ну, такое впечатление, что этот пузырек здесь больше, чем здесь. Но сейчас я перепроверю. То же самое. Так, раз. Там придерживаем. И здесь вот так накалываю. Оп. 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 Ну и дальше тоже так же накалываю. Не отпускаю. Есть вот еще другие моменты, благодаря которым можно делать. Ну вот. Вот тебе волна ушла. И теперь я вот так кладу. Мы сейчас остальное все срежем. Он очень хорошо лежит. Он часто не хочет ложиться, потому что здесь вот эта часть мешает. Вот. И только после этого теперь вот так вот. Я сейчас вот это все срежу лишнее. Вот это теперь будет лишнее. А сейчас я отколю булавки, и ты увидишь, сколько мы дудали. Я перепроверила, что там везде черта одинаковая. Ну, вернее, волна одинаковая. Теперь мы вот это вот четко под воротник срезаем. Вот. И теперь можно даже удивить. Вот смотри. На меня, на меня покажи. Покажи. Теперь я вот так делаю. Оп. Смотрите, как он хорошо лежит. Я специально назад головой делаю. А теперь мы откалываем булавки. Сейчас увидишь, насколько он начинает выпадать. Кто-то тут сразу где-то сантиметр дает. Но мне вот сколько надо. Видишь? Единственное, что тут можно сделать, чуть-чуть подровнять нижнюю линию. Тут миллиметрик, тут выпад, чтобы ровненький был. И вот эту сторону все-таки сделать, чтобы одинаково здесь выпадало. Ну, тут буквально миллиметрик можно срезать, чтобы одинаково было. Вот это, видимо, так загнулось. Вот так не должно быть. Здесь тоже вот так сравниваем. Оль, а ты, пожалуйста, на ножницы сейчас я покажу, о чем я говорю. Буквально вот так. Мы когда будем прострачивать, чтобы нам легче было. Вот это убираем здесь, оно не надо. Здесь, может быть, даже и вот здесь. Сейчас мы еще наложим друг на дружку. В июле. В июле перестанет идти дождь. Вот, видишь? А так ее практически невозможно вычислить. Мы ее четко сейчас закалывали, нам все вот так вот замечательное было. Так, а теперь давай сложим, чтобы они у нас были одинаковые. До миллиметра здесь и по окату четенько все, все великолепно. Это мелочи. Мы же изначально его, когда ниже не сделали, на это, в принципе, тоже смотрела. Но здесь должно быть после прострочки и выметки все идеально одинаково. Все, он готов к метыванию в пройму. Ой, господи, в горловину, извините, у меня уже пройма уже. Все. Мы начинаем подкраивать обтачку по задней половинке. Но перед тем, как ее подкраивать, давай узнаем, сколько же здесь у нас припуск по обтачке переда, ну и под борту. Пять. Мы же там с тобой подгоняли это все дело. Пять. Ага, отлично. Теперь, что мы делаем? Мы берем и наше пальто скалываем сейчас по плечевому шву и четко по данному, по данный росток будем сейчас подкраивать швы. Шов со швом, да? Ну, в случае там у нас много плотно, давай хотя бы вот так. Шов со швом, да? И вот так вот. Вот так делаем. Все, скололи. Теперь кладем вот так, раскладываем, как ему тут хочется, и подкраиваем вот эту вот часть нашей обтачки. Теперь он точно должен лежать, как ему хочется. Даже не здесь ровно, а вот здесь главное. Вот здесь. Тут и вот там. Так. Теперь намечаем вот здесь, где у нас плечо. Обрисовываем вот эту вот линию. Вот. И здесь протыкиваем булавками, чтобы ничего не сместить. Где шов? И вот здесь дешев. Вот. Да? Да? И вот здесь. И намечаем здесь ровно от среза ткани 5 сантиметров. Потому что у нас вот тут под борту переда 5 сантиметров. Ну, это средняя такая длина. Ну, даже больше, скажем, это стандартная даже ширина. Вот. Теперь мы добавляем... А здесь его лучше делать не со швом, а со сгибом. Здесь сгиб. Да? Это же у нас плечо. Здесь делаем вот так 2 сантиметрика. Так. Вот так. Провели. 2 сантиметровые. Можно и сантиметровые. Но у нас уже здесь было 2 сантиметра относительно причин. Чего бы нам здесь не сделали. Все. И вот так 5 сантиметров мы уже провели. И просто вырезаем. Теперь берем кусок ткани. Да? Как мы делали по типу воротника. Берем кусок ткани. Берем где-то вот такой вот кусок прямоугольный со сгибом. Вот такой вот длинненький будет дублерина. Дублируем кусок пальтовой ткани. И потом накладываем вот эту вот выкройку и вырезаем. Хорошо? Давай. Ну, предварительно дублерин мочим и отжимаем, чтобы дал усадку. Ага. Давай. Ворс у нас вниз. Да? Тогда мы и нашу обтачку кладем вниз. Да? Тогда мы ее вот так намечаем. А, ты серединку нашла уже. А, ну все. Только потоньше мылом. Да? И прорисовываем. Вот так вот. Да? И вырезаем. Обязательно здесь надсечка внизу и вверху. Да? Нигде припуски больше не надо делать. Не, а мы что тут отработали? У нас только одни припуски вот здесь. А здесь сгиб у нас, да? И вторую часть вот так вот. И вот так вот прорисовываем. Все, пожалуйста, вырезаем. Притачали нашу обтачку к плечевым ровно на 2 см. Теперь мы будем сейчас, вот как все как обычно, класть аккуратненько, чтобы не растянуть ничего. Накладывать нашу вот эту вот... Мы еще подключились, да? Угу. Так. Сейчас вот накладываем. Так же само все намачиваем. И так же само все полтаживаем. Вот. Намочили. И аккуратно на весу пропариваем, да? Я ж не придавливаю, я на весу держу. Еще раз просто буду многократно проговаривать. Все. Так утюжиться пальто. Чтобы мы даже не подходили к тому, что нам нужно убирать ласы. И вот здесь вот... Не, не, не. И что вот здесь надо проутюживать. Нам нельзя здесь убирать ласы. Нам нужно сразу так утюжить, чтобы не было лас. Никогда. Хорошо. Давай теперь вторую. И будем заниматься вметыванием нашего воротника. Да? Теперь давай то же самое. Вот мы перед тем, как присоединять сюда воротник, давай вот эту часть под борта вот так, именно с изнанки приутюжим слегка с паром, чтобы зафиксировать эту часть. Что нам вот эта вот одна насечка может не помочь. А потом чуть-чуть подраспоришь. Просто выметку. Хорошо? И дальше я покажу. Как накалывать наш воротник. Вот мы эту часть заутюжили, чтобы мы ее видели. Сразу же давай на стыке вот так вот поставим булавку. Да? И теперь выворачиваем на лицо и сострачиваем на 4 сантиметра от сгиба по подборту. Почему на 4? Потому что линия полузаноса у нас 4 сантиметра. Да? Вот так вот мы его сюда. Потому что в пальтовой ткани 3 можно иногда ставить. Ну, лучше побольше, если есть возможность. Потому что оно же однобортное, чтобы оно там ветер не поддувал. Там еще что-нибудь. Вот закололи. И очень аккуратненько. Ровно на сантиметр будешь сострачивать. А я тебе сейчас вот так поставлю булавку, потому что сейчас мыло будет толстое. И вот так вот до этого места сострочишь. Вот так вот. Видишь? Ровно 4 сантиметра. Вот. Закрепка. Дошла сюда. И здесь вот до вот этой булавки закрепка. Ровно на сантиметр отверстия. То же самое делаем с другой стороны. Хорошо? Вот теперь мы перед тем, как вставлять наш воротник, мы чуть-чуть берем с тобой, распарываем нашу вымотку. На воротнике, чтобы оно нам не мешало. А вот эти вот выпады ничего не уравниваем. Мы уже их изначально все сделали, чтобы у нас был хороший плавный напуск вот этот вот. И перегиб. Вот. Да, ты молодец. Да, заколола вот эти плечевые обязательно, чтобы они легли туда, куда им надо, а не нам надо. Вот. Теперь берем, делаем здесь вот так вот в разутюжку вот это маленькие шовчики на воротнике. Да, вот эти вот. И подставляем их вот сюда. Сначала я вообще рекомендую делать, у нас в принципе он до верха застежка, здесь в принципе все равно, куда закалывать. Ну, можно эту, потом ту, потому что больше у нас будет видна лицевая сторона пальто, чем подборд. Подборд мы начинаем в первую очередь строчить тогда, когда у нас латкан и воротник. Вот смотри, вот здесь совмещаешь, чтобы вот эти шовчики на одинаковом уровне. То есть ты вот сюда вколола и видишь, что ты вот здесь четко выколола. Вот. И строчим только на булавках, только на булавках. Вот это, если получается, как-то фиксируем, чтобы оно нам там не мешало. Ну, если получается. Да. И вот так вот. Дальше накалываем. И сейчас прострочи хотя бы там по 5-10 сантиметров. Или можешь сразу, давай сразу ее наколем. Да, мы совместили центр воротника с центром спинки. Вот. А тут сейчас ключевой, где уже ляжет, там ляжет. Так вот, накалываем. Накалываем, накалываем, накалываем. Только если вдруг у тебя образовывается какая-то посадка, вот здесь не должно быть никогда в районе плеча. Или, ну, вот тут тоже в меньшей степени даю ее. Ну, вот, либо здесь, но ни в коем случае не на плече. То есть минимум по 2 сантиметра от плеча никакой посадки не должно быть вообще в принципе. Там же у тебя вторая сторона хорошо легла? Да, вроде посмотрю. Так, а ты правильно пристрачиваешь воротник, да? Это же у нас нижняя часть, да? Та, которая длиннее, она у нас идет к подборту. Правильно? На воротнике. Та, которая короче, к самому пальто. Ну и все, давай дальше накалываем. Может, у тебя сейчас даже и цельно получится вот этот сантиметр. Можешь здесь сделать закрепку, можешь назад вернуться. Ну, посмотришь, как получаться будет. Ровно на сантиметр от верха 2,5 миллиметра стежок. Все, давай. Ты представляешь, забыла поставить тебе центр этого самого воротника. Позор, просто позор. Так, очень, смотри, что я делаю. Я вот сюда вот так рукой ставлю, ну, чтобы оно ровненько улеглось, вот. Нигде ничего не поперекосилось. И вот сейчас вот так вот забыла напрочь, представляешь, вот центр. Что сейчас начинаешь вот сюда, а тут же вот же наш центр. Как мы там будем искать? И еще даже вплоть до того, что вот здесь у тебя уже приточался воротник. Ты берешь вот этот центр сюда, прикладываешь вот так. Вот он у тебя лежит ровно. И найти, где следующий вот эта обтачка, плечевой шок, где должна быть здесь. Только ничего не поперетягивайте, вот так ровненько кладите, да. Ну, можно и до такого заморачиваться. Чтобы легче было, потому что бывает крайне сильно такая как бы рыхлая пальтовая ткань, что ее очень сложно обрабатывать. Только здесь вот эту тачку. Ну, надсечку, да. Все, а теперь ее вот сюда вот так приставляем. Теперь нам еще легче будет находить. Не гонять куда-то эту припосадку, она уже вот здесь, она уже и известная. Все, давай дальше. Так же самое здесь в раз утюжку ставим, вот этот вот шовчик. Накалываю, здесь все у нас великолепно совпало. Вот, и давай. Только ее не пересекаем, да? Ну, все, давай. Давайте пойдем. Вот мы прострочили. И тут ничего не надо срезать? Нет, зачем? Не надо. Ну, ну, выложится у волок. Конечно. Здесь все будет хорошо. Ни в коем случае здесь ничего не срезаем. Срезаем мы только когда акатистые вот такие круглые линии, чтобы они вывернулись. А тут все хорошо, здесь все великолепно. Теперь берем, кладем сюда на кулотку и делаем вот такую вот штуку. Будем разутюживать этот припуск. Только не усердствуем, хорошо? Вот, вот так разложила, чтобы не было лаз. Основное здесь. Так, берем квачек. Крухнивку. Чуть-чуть, просто. Мы берем квачек, мочим вот здесь аккуратненько, чуть-чуть. Вот так чуть-чуть, чтобы больше как парка. Тут прям не надо, чтобы прям вот оно разложилось там на эти самые, на края, там еще, чтобы там прям доутюжить до последнего. Нет, мы же опять же должны без лаз это все воспроизвести. Сейчас может еще не управлялся, чтобы просто они разложились на две стороны. Потому что мы их дальше будем сшивать правильным образом. Тут оно уже разложилось и слава богу. Главное, чтобы здесь лаз не было, хорошо? И вот так вот на колодке по кругу, по кругу, по кругу. Вот так вот. Вот это не заутюжили. То есть частью утюга будешь становиться. Так вот, частью утюга. О, о, о. Просто надо вот так больше на ребре вот этой вот колодки работать. Вот, есть кусочек, который ровненько лежит. Тот и это. И разутюживаем. Чуть-чуть. Оп. Все. Не давим. Все. И вот так по кругу, по кругу и вторую сторону тоже самое. Только когда будешь на стол переносить, вот так переносишь. Берем вот так вот, любимое наше детище. Так, смотри. Мы сейчас будем вот этот разутюженный шов присунять друг кружке. Что я делаю? Вот если ты оттуда идешь, вот туда его пихаешь, вот этот. Там же у нас четкая разутюжка. И ты же прихватила в разутюжку. Ты же молодец. Отлично. И вот так вот эту разутюжку, вот так вот туда ее. И вот так вот отвергаешь. У нас же одинаковые здесь были припуски. Значит, мы берем и просто вот эти вот припуски соединяем. И просто вот так вот берем и наметываем. Иногда это можно строчить, но честно, никогда, ни разу в жизни я не строчила. Я только вот так вручную делала. Вот. Мне рассказывали, что надо идеально шов ко шву, но часто бывает, что видно. Нет. Я делаю вот на 2-3 миллиметра и очень все замечательно. Вот так. Да? Только вот этот узелочек, который у нас, его надо тут подзакрепить. Не сразу, чтобы ты два раза на одном месте и поехала, а хотя бы там 4-5 раз. Можно на одном месте, можно туда-сюда идти. Да? И вот так вот. Уравниваем вот эти концы. Ну вот, грубо говоря, якобы через 0-5, но в обязательном порядке, вот так. Вот ты имитируешь как бы строчку машинки. В этот же прокол сюда. И вот так вот, где-то на 0-5, да? То есть, как будто бы строчка назад. Видишь? И теперь опять вот сюда. Раз. Раз. Да? Вот так. Вот она как идет. Вот. И вот здесь мы с тобой должны зафиксировать. Ну, чтобы у тебя чего-то там не поднаплыло или еще чего-то. Вот так вот. Оп. Вот эти припуски по плечевому, их вот как-то так соедини. Чтобы если какая-то вдруг припосадка здесь была, ты ее с легкостью распределяешь. С легкостью. И опять же наши все вот эти вот метки центров. Центр по среднему шоу спинки. А, слушай, а у нас же здесь должна была быть с тобой петелька. Что-то я забыла. Давно не шили мы пальто. У нас же здесь петелька должна быть с тобой. Ай-яй-яй. Вот здесь-то сделанная. Так, заготавливаем сейчас петельку, покажем, вставим, прострочим. А только потом будем вот это соединять. Вручную. Хорошо, я забыла. Оставь, пусть там перчет. Вот так. Все, поуза. Вот мы заготовили нашу вешалочку. Что мы сделали? Взяли, какой кусок у нас там остался. Просрочили на 0,5. Можно подолевой. Можно почти подолевой. Лучше на 0,5. Ну, максимум на 0,7. Ну, для высокоточной работы иногда даже 4-3 миллиметра бывает. Ну, это уже может посыпаться. Потом обязательно мне нужно, чтобы вы сделали вот такую вот линию. Такую, не ровно обрезали, а именно вот такой волной. В обязательном порядке, потому что, да, у вас оно не осыпется. Что вы только ее почти выправили всю, а она взяла вся и осыпалась. И опять вам нужно делать новую. То есть обязательно вот такой вот волной всю разрезаем. И дальше я показываю, как что-то делать. Вот она, видишь? Обязательно вот такой вот волной. Может там еще мельче волна будет. Потому что она тогда не может осыпаться. А если поровной, она у вас осыпется, вы еще не вывернете. Она уже в дырку вся пойдет. И вот мы ее обрезали, да. Сделали, взяли в 4 нитки. То есть вот тут у вас 2 нитки. Да. Потолще эту самую иголку, чтобы она не тоненькая, не хлипенькая была. И вот так вот. В месте, где мы с тобой вот сейчас притачивали, делали закрепку, сюда я ее и давай где-то раза 3 точно. Потому что основная проблема вот этого вот всего, что сильно-сильно много не делать, а то не пролезет. Оно вот тут бывает прям вылетает у вас, и вы не можете ничего протащить. А теперь тупой стороной, не острой, а тупой. Вот сюда внутрь. Видите, чтобы ни за какие-то ниточки не зацепились. Бывают такие ткани, где может иголка даже тупой стороной пройти в ниточки, переплетение самой ткани. Видела? Видела, что происходит? Это простая плоткладка. Может быть, конечно, иголка самая какая-то острая. Там вместе было. Может быть, чуть-чуть, да. Вот. А теперь самый важный момент. Намочили руки. И вот так вот. А здесь, вот мы протянули, и здесь делаем вот такое вот движение, как проминаем. И он сейчас в итоге туда залезет все равно. Даже в 0,5. Просто имейте терпение. Может, полчаса не залазит, но залезет. Ну, полчаса это, конечно, загнуло, но где-то... 5 минут уделите этому. Не нервничайте, он у вас пройдет все равно. Потому что меньше закрепок поставим, он может развалиться там все. Ну, сейчас мы покажем дальше паузу. Даже можно вот так иногда его побить. Утонить еще больше. Просто видим, а вот и так, 4 сложения нитки. Я еще три раза так вокруг протянула могу. Еще и поэтому там... Вот. Я когда вот так делаю, я же натягиваю, да. Вот здесь я внутри нитку вот так вот натягиваю, да. Когда вот тут прокручиваю вот это движение. Здесь просто 0,5. Сантиметр аж бегом пролетаете. В 0,7 тоже. А 0,5 всегда он может даже... Тут все в зависимости от припуска, который мы оставили изначально. Мы же его больше оставили, чтобы он у нас меньше там вытрепывался. Ну, паузу ставь. Вот так, как я и говорила, минут 5. Вот. А теперь смотри. Вот она будет сейчас вот так набегать. Вот тут складочкой. Сильно много сюда не набегайте. Ее вот так прокручиваете. И дальше, да. Просто бывает такая ткань, что она вот тут вот так собирается сильно. И может... Ты опять ее так прокручиваешь. Вот так вот. Может быть, даже иногда надо вот так чуть-чуть подсдвинуть вниз. Ну, тут уже... Видишь, хорошо, что мы ее не по ровной обрезали. Она уже, вон, он пытается вся осыпаться, да. А если по ровной, мы бы вообще даже бы... Просто вылетает у меня из рук, поэтому... Ну, в общем, до конца, до конца сейчас мы ее вытащим. Делаем вот эту полоску. Сейчас крутим в разные стороны. Вот здесь я ее вовнутрь крючу, а здесь в другую сторону. То есть закручиваем в две разные стороны. Да, вот так вот. И максимально, максимально... Или просто здесь с одной стороны держим, а с другой стороны по возможности крутим. Но, смотрите, не отпустите. Она может сильно закручиваться. Потом в итоге такое будет движение. Но мы должны ее сильно закрутить. Да, иногда она помогает. Сильно-сильно. Сейчас дальше покажу, что будем делать. Можно заснять, как я это делаю. Так, теперь вот она, хорошо-хорошо скрученная. Мы ее заформируем. Мне нужен вот этот вот штыречек. Какой-нибудь железненький. Главное, чтобы он тут не ремлистый был. Ну, роддом далеко стоит. Не могу дотянуться до роддома. Ну, короче, вот. И вот так мы должны прокатать. Вот так. Она как становится единым целым. Это вот классическая со мной пуская обработка. Но она такая красивая получается. Ну, чуть-чуть. Теперь я вот так беру ее вместе. Отпуская. Вот она начинает закручиваться. Хорошо. И я еще раз ее еще сильнее закручиваю. Потому что я тебе обещала, что она будет гораздо... Несколько штук будет. Но ее просто короче и очень сложно делать. И вот теперь. Ее иногда на мужских пальто делают вообще еще толще можно ее делать. Даже иногда вот так в пальто можно делать. О, видала? Супер жестяк. Вот это точно ничего никогда в жизни не случится. Можно еще больше ее вот так закрутить. Ну, вот так чуть-чуть заформировать. Вот. Ну, я думаю, вряд ли тебе такой жестяк нужен. Или поставим тебе такой жестяк? Ну, да, посмотрите, как там будет. Ну, короче, вот давай. И сейчас будем ее вставлять в наш этот самый шов присоединения верхнего воротника. Каптачки на пальто. Только вот тут ее желательно. Вот смотри, я ее не отпускаю. Желательно ее зажать вот так вот булавками. Иначе она бывает раскручивается. Все, что ты делала, получается, что раскрутится. Все четыре конца вот здесь с одной стороны. И вот эту закрутку с другой стороны. Либо поступаете проще. Делаете прямоугольничек, выворачиваете, приутюживаете. Но это больше обработка будет на жакет-пиджак. Ой, на жакет-пиджак. А это вот именно пальтовая. Бывает же из сукна пальто. Вот она получается. Все. Вот мы видим, что довольно-таки мощно смотрится. Даже если я сейчас ее подкручу, все равно. Мы сейчас ее сделаем просто два слоя. Не будем вот так заводить, а сделаем ее вот такую. Крученку такую. Вот она потоньше, поизящнее. Что мы сделали? Мы взяли вот здесь на два... На сколько это? На три. По три сантиметра. Вот двух с половиной до трех от этого центра. И это у нас верхний воротник. А это обтачка. Мы сейчас тут будем присоединять нашу подкладку. Вот. В две стороны максимум на три сантиметра. И начинаем. Опускаем сюда вот этот кончик. Ну или... Вряд ли мы куда-то еще ее будем ставить. Поэтому... Будем использовать самые такие... Да. Иногда ее удобнее на булавках. Сюда протаскиваем. Это изначально сделала правильно. Так. Вот сюда мы ее протянули. Ну можем чуть-чуть ниже, чем на сантиметре. И сразу же ее фиксируйте. Вот так. Ну чтобы хоть как-то ее зафиксировать, чтобы она... А потом мы ее должны... У нас наша вот эта вот петелька, которую мы будем держать в нашем пальто, она не должна быть вот такая вот. Она должна вообще четко прилегать. Всегда. Потому что оттянуться она всегда успеет. Так. Мы сейчас туда ее сейчас просунем. Вот эти два конца. И тут сейчас я ее начинаю еще больше закручивать. Ну подкрутить ее надо, чтобы она не свободная была такая вот. Вот. И она должна в таким вот легким, ну, почти с натяжением должна быть. Потому что она и так успеет там и растянуться, и деформироваться. О. Что вот как я тут сейчас заколуну старалась попасть по этой вот. И тебе надо будет сейчас прострочить. Вот отсюда. Сюда еще желательно еще раз. Да. И потом мы начинаем воротник к воротнику присоединить. Вот мы ее прострочили. Только когда вот здесь строчите, можно даже дополнительно ее подтянуть чуть-чуть, чтобы она более лучше прилегала. И вот так она должна лежать. Красивенько, плотненько, без вот этих вот домиков непонятных. Ну вот. А теперь мы, как мы дальше с тобой перед этим и планировали, мы сшиваем вот эту часть. Перед тем, как сшивать, я тебе рекомендую вот так вот наколоть булавкой даже. Вот эту часть, чтобы точно ты ее не промазала. Ну, в смысле, не пролетела там куда-то там. И оно лишней при посадке не было. И вот здесь, когда мы будем вот это все сметывать, во-первых, вот эти вот моменты тоже. Центры. Центры все, всегда мы все уравниваем. Это для нас святыня. Поэтому, чтобы у нас сразу, с первого раза все обработки были хороши, чтобы мы к ним больше никогда не возвращались. Да, но все остальное припосаживаешь. Да. Вот этот хвостик один туда. Ну, я думаю, что даже, наверное, лучше его сюда, наверное, чем туда. Да, чтобы ты его дополнительно, вот в этом месте, вот эти вот, ну, когда ты будешь пришивать, чтобы он у тебя потом не разорвалось, когда ты будешь вешать эту, это пальто. Тут вот в этом месте их схватывает там, ну, по 5-10 раз там. Ну, чтобы поплотнее было. Хорошо? Ну, тут, помнишь, что мы вот так, вплотную там идем, максимум там на миллиметр. Ну, вот от этой точки. Да, и вот это, когда, вот с этой стороны и с этой стороны, вот эти два хвостика. Если они будут сильно длинными, мы их можем обрезать еще больше. Ну, там длинненькие. Давай мы чуть-чуть, я вот так их обрежу, чтобы они нам не мешали. Да? Все, давай. Мы сделали сейчас примерку. Это верх пальто, вот здесь, вот воротник. А это вот эта вот вставка, такая треугольная у нас по рельефу по переду. Мы померили, он у нас выше на 1 сантиметр, относительно другой зеркальный, с другой стороны. Что нужно, как переместить, как сделать их одинаковыми. Мы подпарываем с тобой вот это расстояние, да, где-то по 10 сантиметров. И вот эту линию нужно будет от этой закрепки, только надо будет ее наметить, на сантиметры вниз вот эти вот части застрочить, а потом перестрочить, как выкладывается вот эта нижняя часть. Потому что чисто зрительно, оно нехорошо выглядит по-разному. Вот, паузу. А теперь мы принимаемся за низ нашего пальто. Мы померили под сапоги. Очень хорошо, что мы перестраховались и 10 сантиметров припуска дали. Ничего мы не срезаем. И даже здесь длину, ой, вернее, подгибку низа, по низу пальто мы сделаем не 4 сантиметра, а 3. Чтобы 2, я не имею права, грубо говоря, очень маленькая подгибка, ну, я не рекомендую так делать. А 3 хотя бы можно было бы. Вот, потому что, в принципе, нас устраивает длина. Так, вот тут вот аккуратненько складываем. Здесь сейчас как будто бы как слипается в два слоя вот эта ткань. Надо просто перепроверить, чтобы полы у нас были одинаковые. Если они у нас одинаковые, значит, все хорошо. Потому что, если мы сейчас сделаем разные полы, вроде бы одинаковые, но что-то мне там напрягает. Сейчас посмотрю еще раз. Вот здесь четко вот тут спереди, да, вот так вот. Вот уравниваем. Ничего не тянем. Потому что она такая рыхлая, что... Нет, одинаковые все, хорошо здесь. Так, а здесь у нас все приутюжено. Здесь нам не надо было ничего, да? Мы там решили не заутюживать, чтобы фалды ложились очень хорошо. Значит, что мы сейчас? Вот так накладываем. Вот сейчас она вот так легла. Значит, вот тут буквально даже, в общем-то, ничего не срезаем. Только вот этот вот сам дублерин. Вот он ровно лежит. Даже можно вверх не скалывать. А вот оно ровно вот так лежит. Вот все хорошо. И так же само, скорее всего, и вот эта часть. Сейчас мы будем совмещать низ и выводить плавную линию по низу пальто. Совмещаем все. И где-то на 5 сантиметров выше, может, и на 10 сантиметров выше, накалываем булавки параллельно низу. Видишь, все практически идеально. Практически нет никакой коррекции. Потому что баланс у нас спереди и сзади был одинаковый. Чуть-чуть надо скорректировать линию бока. И все. И вот так вот, куда мы их будем разоглаживать? Куда? Давай тут смотреть, куда? Ага. Вот оно, как в разутюжку. Значит, все вот эти рельефы к стороне застежки. Видишь, вот сюда припуски, вот сюда припуск пошел. Значит, вот эти оба припуска вот в эту сторону закладываем. Так вот, да? И накалываем. Вот это вот всю, вот эту часть мы сюда подтягиваем. Потому что мы сейчас его осноровим и будем дублировать низ. Дублировать припуск низа, да? Вот. Мы же там с тобой очень все четко краили. Вот, пожалуйста, оно тебе уже идеально четко все совпадает, да? Вот давай. Вот мы наметили в итоге. Тут просто надо съесть вот эти уголки. Ну, вот здесь я не могла сейчас свести от этой части вот сюда линии. Тут как будто не хватает сантиметра, да? Поэтому мне пришлось вот здесь где-то 0,7 снять, чтобы плавно сюда к этой линии прийти. Сейчас мы ее таким образом будем резать, да? Ну, срезать край, осноравливать, по-правильному говорить. Значит, держим, лучше всего держать в руке вот этот припуск маленький. Тогда вы ровно-ровно с первого раза срезаете. Осноравливаете. Это, вот, вот так держим. Вот тут очень много слоев, но можно срезать. Сейчас будем смотреть на плавность линии и дальше ее даст наравливание, потому что здесь практически 6 слоев тканей. Вот. И таким образом сейчас будем ровнять полностью всю длину. И сейчас покажем, как это будет выглядеть. Ну, давай, Йоня. Чуть-чуть. Я считаю, что хорошо. Какого-то, может, миллиметрик. Вот тут, видишь, чисто вот зрительно вот здесь чуть-чуть. Как раз верхняя ткань только на полотене. Вот сейчас я протяну. Здесь же у нас должен быть прямой угол, ну, где-то 10 сантиметров примерно, да? А потом... Ну, что-то здесь миллиметр. Давай мы сейчас вот потом продублируем, а потом вниз, а потом еще раз подосноровим, если что. Значит, вот, смотрим плавноту линии. Потому что мы же вот это не можем добавить. Мы тут еще больше можем снять. А баланс у нас вроде бы как был одинаковый поперечку назад. Ну, в общем, смотрим вот эту вот линию. Вот я ее раздвигаю. Вот она плавно-плавно-плавно идет. Чуть отлично здесь, великолепно. Сейчас мы его расколем. Не будем сейчас сразу 3 сантиметра делать вот эту вот длиню наводить, потому что мы будем изнутри дублировать мокрый дублерин. И он может отпарить и убрать вот эту вот линию, которую мы сейчас нарисуем, с датим кучу времени. Мы просто будем на 3 сантиметра дублировать, а когда продублируем, тогда наведем вот эту вот линию поверху. Почему 3 сантиметра? Потому что мы хотим длину максимально отдать. Потому что нужно 4, но мы делаем 3. И тут еще знаешь, чем больше припуск, ножик лишится. Это нужно тут усекать вот эту вот длину, чтобы он был подкрайный. И мы с тобой его припасадим в ручную подошьем с напуском. И тут как раз ты пройдешь те самые швы, которые мы очень многократно делали в трикотажах. А теперь мы, наконец-таки, напрямую будем. На самом деле этот шов с напуском идет исключительно из пальтовой обработки. Так, ну все. Откалываем, вешаем на вешалку. Дома заготавливаешь 3 сантиметровые вот эти вот полоски из дублерина. Потом в следующий раз приходим, начинаем дублировать. Ок. Вот мы начали, наконец-таки, наши рукава вметывать в пройму. Подкладку мы туда вниз спустили, в рукав. Вот туда вниз. И сейчас вот этот кусочек сейчас сравняем, срежем. И накалываете все припуски в нужную сторону, куда вы заутюживали. То есть вот этот боковой назад. А плечевые у нас уже здесь была стяжка, мы в разутюжку делаем. И на рукаве тоже зафиксируйте обязательно туда припуски, куда вы заутюживали. Вот. Тут в разутюжку передний и в заутюжку задняя сторона. И теперь центр мы прикалываем вот сюда, вот к центру плеча. А здесь находим центр, как выложится сейчас вот эта вот средняя часть рукава. И накалываем. И потом со стороны задней, со стороны проймы прострачиваем на 4 мм стяжок, чтобы у нас, если есть посадка по рукаву, мы ее припусаживаем. Если все замечательно и не надо делать никакой коррекции, проверяем равноту линий. И второй раз по рукаву в обязательном порядке мы срочим 2,5 мм стяжок. Сначала со стороны проймы 4 мм, а потом со стороны рукава 2,5 мм. Обязательном порядке всегда, во всех изделиях, где есть рукав. Мы уже прострочили первый рукав и накалываем второй. Вот тут сзади у нас вот так выпадает. Но мы померили, первый раз, когда мы прострочили один из рукавов, идеальная посадка рукава, идеальное распределение, вообще все отлично. И как ты говоришь, в общем-то идеально и с другой стороны так же само. Оно само выпало. Основное слово здесь само. То есть мы дальше там уже его распределяем. Мы поставили эту точку, центр рукава с плечом, вниз рукава у нас, надсечка там была с буком, да. А все остальное вот эта часть сама легла. Потому что мы когда осноравливали, я видела, что эта линия, она такая слишком поднятая вот здесь. Что оно, скорее всего, сам рукав покажет, как должно лечь. Вот оно и ложится. Вот внутри мы сейчас прострочили сначала со стороны проймы на 4 мм, а потом мы строчим со стороны рукава на 2,5 мм. Вот здесь вот наш рукавчик. И все. А это мы туда потом запрячем. Ну, потом, естественно, с подкладкой мы сострочим. Перед тем, как дублировать низ нашего пальто, мы должны с тобой вот эту часть приутежить. Да? С парком, аккуратненько через тряпочку, да. А потом чуть-чуть подпорим вот эту отделочную наметку и дальше продублируем. Так, теперь что мы делаем? Вот мы приутюжили, чуть-чуть убрали наметку. А, ну тут у нас есть уже. Докуда я хотела нарисовать. Так, вот, только здесь, пожалуйста, положите так, чтобы оно было без напряжения, чтобы мы не растянули линию низа. Это очень-очень важно. Без напряжения лежит. И мы сейчас будем с тобой брать и... Вообще, я не люблю вот так делать сверху. Я сейчас дойду до сюда. Так, ну... Тут сделаем легкий переход. Вот так, на сантиметре. Чтобы тоже было все без напряжения. Легкий переход. И вот так вот сейчас обрежем. А потом сделаем, потому что лучше будет, если вы под припуском его... Так вот продублируете. А ты просто постарайся. Ну, все как обычно. Без пара дублируем. Только, пожалуйста, дублируйте. Только до... Чуть-чуть сместила. До конца нашего дублерина. Ни в коем случае не дальше. Вы можете сильно примять ворс. А нам это не надо. Да, вот так вот. И в другую сторону. Так. Ну, в общем, чтобы оно приклеилось, додублировалось. Так. И теперь дальше делаем. Вот тут оно приклеилось. Теперь дальше. Теперь мы загибаем этот припуск туда, куда ему надо лежать. Да? Вот пока ждать, что у нас в разутюжку идет. У нас здесь 3 сантиметра припуск, потому что мы на примерке решили все-таки по возможности всю длину отдать, сколько у нас есть. не 4 сантиметра, а 3 сантиметра сделать вот этот вот. Здесь тоже вот так на сантиметре перейдем. И вот так вот дальше пойдем. Если он плохо будет выкладываться, мы где-то его надчем. Ну, в плане того, что это же прямая линия, а линия низа у нас с тобой такая плавно вогнутая. Вот так. Видите, здесь внимательно, чтобы вы лишнего, лишнюю складку там не зафиксировали какую-то. А то придется снимать. Видишь, я ни в коем случае дальше, чем... Так не ставлю. И то же самое... Ой, ну, тут она... Когда у вас полоска небольшой ширины, у вас будет всегда такая хорошая возможность выкладывать ее практически цельно. Ну, тут уже самое дело, только не переходим. Ну, фактически там легкую припосадку я вам делаю в этой части. Она сама прямо там получается. Ну, вот и теперь весь низ так. А потом мы его обметаем, закроем под борта и подождем вручную с напуском. Предварительно на мета. Ну, это мы все покажем. Надо чуть-чуть просто сейчас дальше. Почему ты? Вот тут не перешла дальше. А зачем тебе сейчас его фиксировать? Нет, ты бы не фиксировала, а потом, когда здесь бы зафиксировала, тогда будет цвет зафиксироваться. Нет, нет, нет. Мы... Мы с тобой на самом... А, точно, ты права. Да, мы, потому что сначала вот здесь должны продублировать, а потом ты его вот здесь зафиксируешь отдельным кусочком. Ну, можно было чуть-чуть оставить, потом его додублировать. Да, я что-то не сообразила, что так можно сделать. Да? Только его надо чуть-чуть дальше подвигать. Неудобно здесь. сильно близко к низу, к краю стола. Ага, ну, вот так давай дальше. У нас с тобой был заметан вот этот вот подборт по вот этой линии. Давай мы сейчас его вот так вот проколем. Потому что мы уже полностью до конца все продублировали, обметали с лицевой стороны. И теперь мы будем подгибать, вручную намет... Не наметывать... Да, вручную подгибать, наметывать и вручную подшивать. Вот. Смотри, я сейчас его так восстанавливаю, и смотрю, как он хочет ложиться. Средняя линия тут скрутилась. Вот. Ну, в общем, на миллиметр дальше вот этого вот продублированного края. И вот так загнули. Вот так вот. По булавке. И сейчас застрочим ровно на 3 сантиметра. Ну, вот. Голубь поворота. Фактически, да. Здесь все очень четко совпадает. Можешь застрочить не ровно на 3, а где-то... Точно здесь ничего не срезала. Ни миллиметра, ничего. Именно на подборте. Потому что у нас подборта лежали идеально вровень. Поэтому можно здесь... Так. И вот мы сейчас сострочим, и на 2 сантиметра до конца вот сюда не дострачиваешь. Вот кусочек заправишь. Значит, давай сделаем вот погрешность на 2 миллиметра. Ну, даже не погрешность, а мы когда вывернем и выметаем, вот этот вот перекант 2 миллиметра, он в итоге будет ровно на 3 сантиметра. 2,8 от края откладываешь, намечаешь мылом линию и сострочиваешь закрепко-закрепко. А лучше отсюда пришла, досюда и сюда пришла. 4 миллиметра стежок можно делать. Да, вот тут на 2 сантиметра не доходим. На 2,8. И потом вот здесь на 3 сантиметра вот так мы пунктиром линию наводим и все вот так вот наметываем. так, чтобы, вот смотри, он либо будет коситься вот этот вот, либо будет вровень. Лучше, чтобы он вровень приходил. И обязательно минимум 2 раза на одном месте наметываешь вот этот припуск, иначе он будет туда-сюда кататься. Ну, не даст тебе возможность потом нормально подшивать. Вот, хорошо. Ну, тут уже клешоннее линия. Ну, сейчас будем наметывать, я еще раз покажу, о чем я говорю. Хорошо. Вот тут чуть-чуть обтрусился наша метка 3 сантиметров. Давай вот так просто его заколем. Чтобы четче. Потому что бывает, что даже более ярко ты можешь его намечать, а он слетает. И вот, и мы тут с тобой ровно на 2 миллиметра не дострочили. Вот сейчас даже вот невооруженным глазом я вот так делаю. Это оно четко совпадает, это линия, вон, видишь? Всегда давайте там 2 миллиметра. А еще я делала вот так. Видишь, туда палец засовываю между двумя вот этими, между припусками. И сначала выметываю. Тут только у тебя иголка гигантская. Нет, я такой не могу. Голка, упал застой. Давай. Теперь, видишь, я как будто бы как в разутюжку делаю. Сначала припуск наметываю. Вот так. Тут немножко свежает. Вот. А теперь вот этот вот, вот так выкладываю. Он тогда еще лучше ложится. Видишь, он уже фактически лег. Видишь, я там не наметывала, наметывала только здесь. Сознанки. И вот так вот его. Сейчас пройдемся туда-сюда. Одной такой. Тоже, если что, мочьте руки, потому что очень сложно здесь удержать этот край. Он начинает как-то проскальзывать по рукам. Даже можно еще вот так вот. Чтоб оно вровень было все. Ровненько. Ой, он так хорошо сейчас тут, хорошо лежит. Прямо чувствуется четкость. Вот. И сейчас вот сюда вот пройди вверх. А потом отсюда пойдешь туда дальше. Здесь тоже два раза там на одном месте сделаешь эту закрепку. И вот дальше, дальше, дальше. Вот. Хорошо ложится. Вот. И тут, чтобы дальше его вот тут зафиксировать, чтобы посмотрим, будем мы делать отделочную строчку, не будем. Вообще не должны, потому что мы не планировали отделочные строчки по бортам. Но тут закрепить борт надо будет. В каких случаях она там делает? Ну, она вообще должна закрепиться, потому что у нас там же не до самого же низа будет наша пуговица. Может быть, вспушку сделаем, посмотрим. Клевую я в редких случаях делаю. Ну, вот так можно и оставить. Вот. А теперь вот тут по низу, по кругу тоже подокалывай булавки. Легче тебе будет найти, потому что вот это вот беленькое, ты могла ее плюс-минус миллиметр там наметить, она не видит. А так сразу раз на расколо оно ложится. И вот здесь вот так. И вот смотри, вот этот будет пытаться как-то лечь. Вот этот припуск. Ты его вот так загибаешь, прям пальцем направляешь, а потом вот так делаешь. И тогда он тебе даст возможность выкладывать ровно шов на шов. А вот это место чуть-чуть припосаживать будем, когда будем вручную подшивать. Видишь? Вот так. Надо, чтобы шов четко был нашел. Хорошо? Давай. Каня выдумала. И тут булавки, и тут, чтобы никуда не перекосилась. И ровно посередине вот так вот наметаю. Ну, вообще, вы шаг. Молодец. Супер точность. Вот у нас все наметано, хорошо лежит. И мы сейчас продумали, решили, что пока вот эту часть мы не будем вручную подшивать, пока не приточаем здесь подкладку. А только, чтобы случайно вот здесь как-то ее, ну, не поддеть, не растянуть, ну, в общем, какую-то деформацию там не сделать. Так, начинаем вот тогда вот с этих вот рельефов. Что мы делаем? сюда вот с узелком приставляем, видишь, вот узелочек. Эту ниточку вот так. И в обязательном порядке мы вот так вот делаем. Да? За припуск пришиваем. Так вот. Стараемся. Оно будет удерживать. Почему я тут два раза на одном месте не сделала? потому что, когда ты вот тут пройдешь с напуском, ты все равно сюда выйдешь. И здесь ты в любом случае еще раз будешь закреплять вот эту вот часть. Ну, вот еще раз. Последний раз. Здесь четко, плотно. Да? А потом мы делаем вот такое движение, откуда оно взялось во всех остальных трикотажных вещах, если у вас нет распошивалки, то мы делаем, ну, и в костюм на платильном ассортименте, где нужно 4 сантиметра подшивать вручную. Вот это все с пальто взялось. Теперь, мы сейчас я покажу, где будем пришивать. Мы будем по нижней линии идти. Видишь, вот она, нижняя линия. И делаем, где-то через стежок, через стежок будем делать. Так, попадаем вот сюда, нижнюю. Сложно ее увидеть, поэтому я так делала. Так, и вот тут вот на легкую косину начинаем. Здесь мы должны брать за одну ниточку, но не за пушок и делать напуск. Сейчас посмотрю. Да. Начинаем с того, что мы делаем напуск. Сейчас я вот с этого поворота косого пройду. Видишь, тут мы выкололи и теперь идем вот так вот. За одну ниточку, но не за пух вот этот вот. При очень хорошем освещении. И делаем такую петельку, чтобы она была не выше вот этого верхнего среза обметанного. Значит, подтягиваем и дальше идем опять. Ниточку и вот тут за одну ниточку. Что-то розовое. И делаем вот этот напуск. И опять прокалываем все по нижней вот этой вот строчке верлока. И здесь берем не за пушок, а за одну ниточку. Но не за две. Не за две, не за три, а ровно за одну. Вот. И делаем вот такой вот напуск. И вот так по кругу, по кругу подшиваем. на каждом рельефе закрепляем припуск к припуску. Хорошо? Все. Да. Вот это я тебе говорила не выметывает, да? Так, давай, наверное, вот эту вот часть не с этой стороны будем приутюживать. Ну, тут, в общем-то, хорошо лежит. Что мне кажется, что вот то, что он был у нас разутюженный, что мы с тобой прометали, недостаточное. Нам нужно чуть-чуть с тобой приутюживать. Вот так. Во-первых, тут окончательная утюжка еще будет. Сейчас пока еще не присоединена подкладка, мы это не делаем. Сейчас я тебе покажу вот это вот все, как делать, утюжиться. Да, вот так вот. Мы будем еще форму тут фиксировать, да? Сейчас мы с тобой мочим и также сам аспарком утюжим. Тут как бы вот это фиксирование разутюжки вот этой линии присоединения воротника к самому пальту он должен быть даже больше чисто символическим, чтобы оно вот просто разлеглось. Вот чуть-чуть, я сейчас совсем чуть-чуть времени вот это вот все делаю. Во-первых, чтобы ласы не наставить, да? Вот, а чтобы оно разлеглось, да? Вот, сейчас уже лучше. И ты вот так на колодке насколько можешь вот так вот вот так вот ставишь. Вот так. Да? Вот буквально по одному два сантиметра вот таких вот вот этот участок ты только можешь утюжить. Вот так поставила аккуратненько. И так по кругу, по кругу, по кругу. чуть-чуть фиксируешь. Это с этой стороны ты делаешь здесь, да? раскеп. А дальше иди вот с этой стороны, чтобы здесь на всякий случай, чтобы не было ни лаз, ничего. Хотя тут у тебя нет ничего. Видишь, он уже совершенно по-другому лежит. Как единым целым лежит. Я его выкладываю, как ему надо. Будет великолепно. Вот. А теперь вот так мы сейчас туда пойдем и будем плавно-плавно подбираемся теперь вот к плечу. То есть я перевернула на другую сторону вот этот кусочек утюж. Вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Главное, чтобы ты вот эти складки ни в коем случае не заутюжил. Иначе их убрать будет очень сложно. Крайне сложно. Хорошо. Вот наше шикарное пальто. Теперь крутись. с рельефами. С такими рельефными треугольными вставками. Вот такая красота. Умные, продуманные люди делают летом пальто, чтобы потом зимой с удовольствием носить. Или осенью. Или весной. Ну, покрутись, покрутись. Покрутись. Но у нас еще не до конца, правда, все доделано. Что у нас не доделано? Естественно, у нас ни петель, ни пуговиц нет. Мы только подшили низ. Он еще... Еще не сняли наметку. Немножко как-то портится. Но вообще более мягкая линия будет. Рукава тоже... Ну, рукава у нас еще без подплечников. Просто простроченная часть рукава. Чуть-чуть еще покрутись. Помедленнее. Так. Вот. А, еще пат мы с тобой собирались тут нарисовать. еще патик нарисуем сзади. Так. Ну, вот такая вот красота у нас есть. Вот. Так что скоро будет готово. В июле месяце будет готово. И как только будет первая холода в октябре, можно будет с удовольствием его одевать. И шиковать. Потому что цвет здесь изумительный. Молодец.